Госдума приняла закон о суверенном интернете. Новинки реакта 16.8 от Дэна Абрамова. Главная причина профессионального выгорания в IT. Главная причина профессионального выгорания в Погнали. Как-то безмолвно, практически как в выпуске Дудяпр, только умер там кто-то. Главное, чтобы я не забыл подмонтировать отбивку, а то в натуре безмолвно будет. Да, будет слишком грустно. Тем более, что мы с тобой иногда забываем подмонтировать какие-нибудь кусачки видосов. Конечно, это не шутка сейчас, это, к сожалению, да, это жизнь. Жиза или Жиза. Я, например, Жиза люблю, ты Жиза. Видишь, главное, какая Жиза. Если вы хотите, чтобы мы ваш ролик подмонтировали в наш подкаст, то можете написать нам на worksobakaevabdesign.ru Слушай, я даже не успел сказать, что это подкаст «Суровый веб», проект «Ее веб дизайн». Меня зовут Александр Гончаров. Это все неважно. Меня зовут Никита Тарасов. Но на worksobakaevabdesign.ru мы для вас будем другими людьми абсолютно. Какими вы пожелаете? Мы предстанем перед вами в другом виде совершенно. Только напишите, да. Даже если вы просто нам напишите «Погнали на этот ящик», нам уже будет приятно и прикольно. Потому что мы в ответ вас спросим что-нибудь такое. Конечно. От чего вы не сможете отказаться? Вот, да. Выпуск, в общем, сегодня уже номер 194. Я, конечно, слайки не изменил, но не собьюсь. 194 сегодня выпуск, 13 февраля. Уже 13. С 12 на 13 мы пишем этот подкаст. Уже время 11 минут первого по Челябинску. Подкаст, как обычно, выходит в VR. Я, кстати, не знаю, я обойку-то тебе скинул туда или нет нового? Я не знаю, я сейчас посмотрю, проверю. Но я просто хочу еще сказать, что сегодня достаточно любовный подкаст. Так как в преддверии, в канун, в преддверии 14 февраля. Так ты не готов, похоже, уже знаешь, по профессорам любви тебе говорить. Так вы не готовы, похоже, к 14 февраля. Я же завтра с тобой поеду готовиться. Забыл, что я тебе говорил? Так что я вроде как бы помню, но из головы-то вылетело. Так что, кстати, да, можете отправлять Валентинки на worksobaka.ru. С деньгами желательно. До конца, до конца. Я, на самом деле, не могу найти уже обойку нашу. Каким-то хреном. Ну, если тебя успокоит, то я вижу старую обойку. Меня не успокаивает. Поэтому я новую и ищу, что там старая. Ладно, я так и быть просто тебе сфоткаю наш экран. Мы с тобой его обсудим, а там я уже как-нибудь выключусь. Можешь на телефон прям сфоткать. То есть меня устроит даже такое. Ты имеешь в виду скриншоты сотого левела? Да-да-да. Я пока объявлю первую тему, пока ты фоткаешь на телефон. Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете. Саня выбрал тему на РБК. На самом деле, можно было бы спекулировать и выбирать тему не только на РБК, но и на других ресурсах, на которых эта новость бы, наверное, по-другому звучала. Я усугубить вас желал, во-первых. Ну, РБК это ты еще не усугубил, я думаю. Я думаю, ты бы усугубил на других, на различных. Это понятно, что есть еще М, так сказать. Но нет, РБК, на самом деле, практически оттуда же, кроме шуток. Окей. Это сегодня такой топ обсуждаемости по, я не знаю, мне кажется, даже просто там условные чуваки, игровая вата по Уткину. Даже игровая вата сегодня обсуждает эту новость, потому что она как бы резонансная, она резонирует везде, не обязательно там в каких-то узколиберальных кругах, но и в широких кругах тоже. В широких, консервативных. Да, я думаю, хорошо, слушай, мы с тобой можем на телевидении ужить, именно на телевидении. Так вот, мне кажется, даже батя у меня в курсе этой новости, например. Как бы батя как пример ширококонсервативной аудитории. Короче, фактурки вам немного. Госдума приняла в первом чтении законопроекта суверенным Рунетем. Приняла в первом чтении, это значит, пойдет второе и третье чтение. Потом его будет одобрять Совет Федерации, потом Путечка. Они с первого раза, когда прочитывают, им их не устраивает? Ну нет, потому что в первом чтении одобряют даже самый бред. То есть там может оно еще быть не финально, так сказать, написанное, описанное и так далее. Ну то есть там, здесь, собственно, я сейчас и скажу, что там еще есть над чем работать в этом законопроекте. В смысле полностью переписать ты, Миша? Может быть, даже и так будет, не знаю. Но это с точки зрения здравого смысла, с точки зрения там разных инстанций. А я буду сейчас ходить немножечко по ссылкам внутри статей, потому что там, ну там, любопытно. Там расследование? В смысле, там целое... Это я провел расследование. Возможно, я единственный, кто провел расследование по этой новости. Но еще М, они точно залезли везде. Так вот, в общем, немножечко фактурки. 334 депутата проголосовали за, 47 против. Вот. И даже сам председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал серьезно доработать законопроект с более активным обсуждением документа с представителями правительства и профильного министерства. Дескать, вы тут собрались, так сказать, в палатах парламента, в Госдуме, в Совете Федерации, а авторы законопроекта, это один из депутатов Госдумы, это ЛДПР, потом глава Комитета Совета Федерации, то есть Верхней Палаты нашего парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес и его первый заместитель Людмила Бокова. Ну, она Боком, видимо, как-то там прошла. Нашумевшийся, нашумевший недавно Клишес, да? А кем он нашумел? Я первый раз слушаю. Ну, там что-то же недавно был какой-то скандал, что-то с чем-то, я не помню. То ли с баблом опять, то ли еще с чем-то, то ли опять со шлюхами чьими-то. Ну, не знаешь, я и не помню. Слушай, я не в курсе, я не знал, мне не нашумел как-то. Видимо, они тут в узколиберальных только обсуждали, потому что я не в теме. Ну, так вот. Так. И, собственно, Володин им сказал, ребят, вы проконсультируетесь, так сказать, с коллегами, которые больше в этом разбираются, потому что вы-то на пальцах нам сказали, что надо, дескать, нам защитить наш Рунет, если вдруг его обрубят. А вы вообще подумайте, это объятная, необъятная задача там, ну и так далее. Вот. То есть, во-первых, я открою новость про то, как в правительстве это прокомментировали. Во-вторых, естественно, что сказали операторы, потому что это на них, так сказать, ляжет это все. Это вот те, которые из матрицы операторы. Вот эти, что они сказали. Да, вот эти, которые танк и дозер. Да. Так вот, сразу скажу, что кроме непосредственно 334 депутатов Нижней палаты нашего парламента, поддержали законопроект Минкомсвязь, Роскомнадзор, Федеральная служба по техническому экспортному контролю, Россвязь и ФСО. Так. То есть, такие достаточно серьезные организации. Согласен. Я думаю, что любая из этих организаций может закрыть этот подкаст. Естественно, да. Я тоже так думаю. Так вот. И правительство... Ну, это я тебе просто заранее сказал. Мало ли что-то там собраться говорить, мне просто интересно теперь. Ну, мы, если что, как-нибудь что-нибудь сделаем. Договоримся. Весь гонорар за рекламу ближайшую отдадим. Я думаю, хватит там. Нормально. Правительство также одобрило документы. Правительство также одобрило документы. Блин, я сейчас в твоем духе неправильную интонацию сначала сказал. Ну, ладно. Короче, правительство тоже одобрило. Но только при условии, что он будет доработан ко второму чтению. По тебе в первом чтении не сразу читают. Ну, там нижняя, верхняя палаты. Все вот эти палаты когда прочитают наконец-то. Да. Вот уже и второе чтение состоится, да. Так вот. Среди тех, кто выступил против закона проекта, счетная палата. Они посчитали и отметили, что в связи с исполнением требований документа есть риск роста стоимости товаров и услуг. Естественно, всех. Хлеба. Это изрелищ. Бензина. Ну, изрелищ точно. А хлеба не знаю. Бензин от всего в принципе у нас дорожает уже. То есть он привязан ко всему, причем только в плюс. То есть если у клишеса что-то нашли, например. Да, да. Бензин, он, конечно, по модулю дорожает всегда в плюс. Так вот. То есть дальше. Что там счетная палата сказала? А я тебе скажу, что сказала счетная палата. По законопроекту Роскомнадзор накатывает все оборудование бесплатно операторам, которые будут это все делать. В смысле, типа, они подведили их, типа, слышь, если так, то тогда ты накатываешь все. Ну, просто прямо в законопроекте написано, что этим занимается Роскомнадзор. Через Роскомнадзор идут бабки на оборудование. А Роскомнадзор все, что останется, уже пустит в покупку, собственно, там, роутеров и так далее. В чем суть? Суть в том, что кроме непосредственно того, что хотят свои ДНС корневые сервера включить, чтобы, ну, не могли нас обрубить от тех ДНС серверов, 13 корневых, что мы не знаем просто, где у нас какие домены. Нам по эпичникам придется ходить. Вот этого хотят. Но это адекватная мера. То есть это я даже бы и поддержал, например. Если бы, конечно, только не на деньги налогоплательщиков, но тем не менее. Вот. А дальше идут такие меры, как вот великий китайский фаервол. Короче говоря, хреновины, которые будут снифить весь трафик и понимать, откуда это и что это. Чтобы торовские пакеты подписывались там и все такое. Мне интересно, это вообще, вот эта штука только, например, в Китае работает. То есть насколько вообще это в общем мире принято? То есть, например, в Америке так не подписывается? В Европе? Или только в Китае? Это не является обязаловкой. То есть это просто дорогостоящее реально оборудование, которое ставится у всех операторов связи, у всех там каких-то провайдеров и так далее. Ну, то есть у крутых чуваков там в Америке есть такое или нет? У меня есть. Вот так они не могут сказать? Наверное, у кого-то есть. Я, слушай, не готов с тобой ответить. Потому что я сомневаюсь, что китайцы его сами для себя изобрели и только для себя и продали. Наверняка какие-то корпорации крупные такое покупают для того, чтобы полностью понимать, что у них в корпорации происходит. То есть я думаю, это не закрытая военная технология. Просто это реально очень дорого. А нам это получается на Роскомнадзор, на их хрупкие плечи, легло оснащение всех наших операторов этим. Это, ну, там по скромным подсчетам, а я это скромными подсчетами называю, это 134 миллиарда. Слава богу, рублей. Ну, рублей хотя бы. Это же копейки тогда. Если рублей, то копейки. Ну, согласен. Если рублей, то в принципе можно потянуть. Как бы даже и не стремно. Вот. Ну и потом 25 миллиардов на внедрение уже этого всего. Это как, знаешь, типа, когда ты в салоне айфон купил, а тебе потом еще за деньги устанавливают ПО. Ну, это, понимаешь, по желанию. В данном случае это не по желанию. Это как бы, да. Я просто процитирую. Реализация законопроекта в Суверенном Рунете может привести к нарушениям работы интернета, а для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 миллиардов рублей в год. Внимание, это в год. Уже как бы менее, да, приятно становится. А, ага, так. Эксперты, это те, кто отнекиваются. Оператор связи, напоминаю, отнекиваются от этого закона. Потому что тут два варианта. А, либо они не верят, что Роскомнадзор им бесплатно это все поставит. Либо Роскомнадзор скажет, вы сейчас за свои купите, мы им, короче, скинем в начале следующего года, когда бюджеты будут распределять. Мне, они скажут, знаешь, ну, такой может быть тоже вариант, да, может быть вариант, что, типа, пока мы никому не поставили, тем, кому мы не поставили, короче, пока что, не может работать. Мы ставим только крутым чувакам. Каким-то чувакам не ставим. Вот, и тут как бы уже, ну, видимо, в штат крутых попадать надо тоже как-то. Тоже попадать надо. Да. Что-то делать для этого надо было. Вот. Эксперты также отметили, что на исследовательские и опытно-конструкторские работы, внимание, исследовательские и опытно-конструкторские работы. Что-то из СССР вот какие-то, такие, знаешь. Да, да. Видимо, будут всю такую инфраструктуру поднимать. Создание, введение реестра точек обмена трафика, то есть записать всех операторов, все узлы, где проходит трафик вообще в стране. Вот. И также расширение штата Роскомнадзора могут потребоваться около 25 миллиардов еще. То есть, чтобы нанять людей, которые это все будут делать, и, соответственно, все это сделать, еще 25 миллиардов. Причем это уже точечно в Роскомнадзор. Там 134 на всех операторов, а тут 25 еще в Роскомнадзор. Осядет, так скажем. Да, да. Ну, короче говоря, вот Володин... Нет, подожди, смотри. Ну, в смысле, вот сейчас, пока ты все читаешь, вот выглядит как, ну, обычная такая, как бы это назвать, обычная мера, скажем так. Пока, ну, в смысле, вот я просто почему тебе говорю, потому что люди-то в интернете почему-то скидывают ролики там, где громкие заголовки типа «У нас закроют там интернет в России и все такое». Я хочу понять, то есть, что здесь самое страшное вот из всего этого, что вот будет сделано для людей, которые, знаешь, любят свободный интернет. Самое страшное здесь сделано то, что когда ты делаешь такую хрен... ну, то есть, самое страшное – это снифинг трафика, очевидно. Так. То есть, VPN-ки будут палиться, по крайней мере, сам факт того, что это VPN-ка будет палиться, и Tor-браузер, например. То есть, только там какие-то два IP-сети или что-то такое. Мне друг рассказывал давно очень, я уже забыл, как это все обходится. Вот. И... то есть, это затруднительно будет. Вот это людям будет неприятно. Ну, в Китае же обходят, вроде как. Да, да. Хотя у них там руки отрубают, в отличие от нас. Согласен. Я думаю, что да. Ну, и тут, опять же, все утверждают, кто предлагает законопроект, что это ни в коем случае не направлено на угнетение собственного населения, только лишь для защиты. Типа, вы же не хотите, чтобы завтра у вас facebook.com не открывался, потому что мы не знаем, на каком IP-шнике у нас находится домен facebook.com. Ну, в таком духе. Вот. И... Ну, не знаю. Я бы, может быть, лучше бы он и не открывался. Интересно. Посмотрим, посмотрим. Все, что ты сказал, вот эти громкие заголовки, это ну, как бы популистские заголовки в сущности, потому что... Не, понимаешь, хочется, во-первых, с одной стороны трезво смотреть на ситуацию, с другой стороны, ну, что они там еще допишут в каком-то чтении, интересно. И, интересно, это все-таки... Я думаю, знаешь, у нас же все сделано, чтобы, как бы, так сказать, деньги получать кому-то. Вот. Поэтому здесь, возможно, многим ребятам не стоит бояться закрытия интернета, сколько стоит бояться того, что кто-то просто деньги заработает большие в очередной раз. Ну, это и не так страшно, может быть. Ну, заработает и заработает. Это же жизнь просто. Вот. Поэтому тут надо за себя, так сказать, думать. Если реально от этого что-то повысится, какие-то цены, например, на бензин или там на жилье, я не знаю. Потому что, условно, там бензовозы, которые там по глонассу или там какому-нибудь платону отслеживаются, они там как-нибудь куда-нибудь будут... Ну, короче говоря, у них GPS-ка подорожает, потому что она вся отслеживается, Роскомнадзор там фиксирует, через какой идет GPS-трафик, условно. Хотя GPS-трафик – это вообще анекдот. Это же как бы спутниковая хрень. Просто есть A-GPS, это когда именно сначала этот, как его, чип, он связывается с браузером, чтобы понять, где он находится, а потом уже трекается по GPS. Ну, то есть у нас в айфонах тоже там не чистый GPS, там A-GPS. Вот. Чтобы это не значило. Вот. Поэтому, конечно, да. Я думаю, что сначала все-таки, если уж цены чего-то начнут касаться, то, скорее всего, каких-то интернетных вещей, там, например, оплата услуг интернет-связи. Понимаешь, за этим же все идет. То есть, грубо говоря, пятерочка тоже платит за интернет. И, соответственно, из-за того, что в пятерочке подорожал интернет, у тебя завтра хлеб подорожал. Блин. Ну, тогда да. То есть у меня горбулка моя дороже станет из-за того, что пятерочка. Вот да. Ну, понятно. Я понял. Ладно. Ну, будем, видимо, смотреть, как развиваются события и вновь покажет время. Пойдем к следующей теме. Ладно, пошли дальше. Да, давай. Фликер. Фликер. С пятого. Фликер. Я хочу несколько раз повторить. Вдруг кто-то, может быть, для кого-то это архаизм или историзм, я не знаю. Фликер с пятого февраля начнет удалять фото за превышение бесплатного лимита в тысячи снимков. Архив еще можно сохранить. Мне интересно, это не связано никак с законом, а, Рунете? Ладно. В общем, на самом деле, конечно, как вы понимаете, это вообще не связано ни с чем, кроме как зарабатывание денег компании, которая недавно приобрела Фликер. Я, если честно, думал, что Фликер находится у Гугла, например. Но оно было у Яху. Я с конца статьи начал. Оно было у Яху и в 2018, в апреле, ее перекупили какие-то смаг-маг компания. Судя по всему, не такие крутые, как Гугл, например. Или как Фейсбук, или как кто-нибудь. Ну, как минимум, не как Гугл. То есть, они не могут вбухивать бабло, как в Ютуб, например. Бесконечно. Соответственно, пацаны из смаг-маг... Я не считаю, что сейчас до сих пор, если стату посмотреть, то Ютуб убыточен по бреду. Вот именно. И его как бы тянет именно просто Гугл Адз, или как он там, Адсенс. Да. Ну, здесь, кстати говоря, можно параллели провести, потому что, ну, Ютуб все-таки это то, что хранит много-много видео. Соответственно, много-много сториджа надо. И, собственно, и Фликеру тоже много-много надо сториджа. Потому что ты же понимаешь, что на Фликере, а ты-то понимаешь, для тебя это не архаизм, не историзм. Ты помнишь, что такое Фликер. И там же супер-хай-рес фотки. Именно очень классного разрешения. Если я не ошибаюсь, то супер-хай-рес можно по подписке было только смотреть или нет? Или это я путаю? Нет, по-моему, смотреть-то можно. Я не знаю, как загружать, но я вот сколько вообще открывал с Фликера картиночки, они все там супер-классные. Я прям помню, как ссылки выглядят на разрешение. Там под фоточкой снизу в два ряда именно ссылки. И там прямо сами буковки с разрешением являются ссылками. Так что да, я понимаю. Да, и теперь из-за того, что, видимо, они офигели от того, что там уже денежки-то тратятся, а на Фликер все заливают свои библиотеки, там какие-нибудь домашние. Вот эти смак-мак-чуваки решили просто до тысячи фото ограничить. Причем так ограничить, что если у тебя есть чуть больше, чем тысяча фото на данный момент, они будут потихонечку удалять у тебя старенькое. Вот. И не постесняются абсолютно, удалят у тебя все, что у тебя не тысяча фото. Зальешь новую, удалят старую. Да, и там именно с конца они. То есть самые старые единицы контента будут удалять, хотя вполне возможно, что именно они-то и самые ценные. Кстати, да. Кстати, да. Есть вариант уйти от этого. Знаешь как? Смотри. Заплатить денег Фликеру, купить у них аккаунт за там 600 рублей, по-моему, за 7 долларов, короче, monthly plan, или в год заплатить, я наврал, простите, 460 рублей в месяц, и 3300 рублей в год, если вы вдруг такой пацан. Ну или можете просто архив скачать с Фликера, сейчас можно это сделать в настройках, если у вас больше тысячи, и куда-нибудь его сохранить там себе в папочку на рабочем столе. Просто вопрос в другом. Ну то есть 5 февраля уже наступил. Мне интересно, а подкаст наш выйдет сейчас еще в пятницу? То есть это какое-то там вообще число уже, не упомнишь. Допустим, 15. Это же сколько уже фоток-то погорело? Ну то есть в день, поскольку по 100 или как оно это интересно сделать? Ты имеешь в виду, надо наш с тобой аккаунт общий вот этот Фликерный выгрузить все-таки в архиве? Я не знаю, кого это коснется, потому что, видишь, Фликер на самом деле я не заметил сильного распространения где-нибудь там среди своего окружения, но видимо потому, что это все-таки для фотографов. Просто понимаешь, я сколько бы на Фликер не заходил, там именно вот эти чуваки, которые на Дискавери ездят с палатками и ловят северные сияния. Вот там именно этих людей фотки, там в спас-жилетах и так далее. Для них 5 долларов в месяц это ноль, скорее всего. Да есть, нет, ну для этих пацанов ноль. Но все равно, ты же понимаешь, что это как бы, когда что-то было бесплатным и стало платным вдруг, оно не очень вкусно выглядит по сравнению, ну вот именно по репутации. Ну, слушай, я просто, хочется микросоцопрос провести среди наших зрителей и слушателей, хоть кто-нибудь использовал Фликер именно как хранилище. И было ли у него там больше тысячи фоток? Мне почему-то кажется, что вряд ли. Ну, то есть тысячи – это реально много. Это как бы… Тысячи – это действительно, это много даже для Инстаграма. Вот именно. Ну, то есть, помнишь, мы с тобой там обсуждали в каком-то пришоу, немножко сейчас приоткроем завесу пришоу, в каком-то пришоу мы с тобой обсуждали распечатку фотографий именно на плёночных, на бумагу, на фотобумагу. И мы там говорили, что в плёнке было 36 фоток. И, в принципе, в отпуск брали одну, ну, две плёнки, например. Ну, может быть, кто-то брал и десять. Вот. Но, допустим, если брали две плёнки и в отпуск ездили в среднем раз в год, то это, в принципе, там практически трижды десять, почти там 30 отпусков. Ну, понятно, что сейчас по-другому как бы к этому относятся и много фоток снимают. Вот. Но как бы так, просто к тому, что это... Представляешь, как раньше подходили к кадру, к выбору кадра вообще? Потом в итоге, правда, плевались, что что-то не получилось, что-то брак. Ну, зато представляешь, какая была выдержка у людей и как они именно, ну, старались с первого раза. Да, да. Ладно, пойдём дальше. Про Flickr поговорили. Да, про Flickr поговорили. Следующая тема у нас будет про... На самом деле, новости вспышки у нас там будут. Но перед этим совсем не вспышка будет у нас. Точнее, вспышка, но не быстрая вспышка, а такая прям яркая, классная и здоровская. Да. Вот. Хочется просто вот иногда, знаешь, задуматься. Вот мы с тобой часто говорим, что там разработчики, они каждый год учат что-то новое. То есть, ну, реально, даже вот мы тут, у меня день рождения, да, я еще был, и тосты произносили, что типа вот, за то, чтобы ты там, Саня, никогда не прекращал учиться, потому что вот там в твоей профессии, там, это надо каждый день, там, ну, реально. И как бы это не просто там какой-то красивый тост, где в конце там за то, чтобы всё было, а нам за это ничего не было. Нет, это реальность. То есть, надо постоянно что-то как бы учить, вникать там и так далее. Вот. Но вопрос, а как понять, что именно учить? Ну, допустим, случайно там тебя родители отправили на менеджмент куда-нибудь, и ты такой сейчас сидишь, понимаешь, что как бы менеджеров больше, чем песчинок вдоль дороги. Это какие-то уже японская мудрость пошла. А, это мой инструктор по вождению мне всегда говорил, что вариаторная коробка передач, в ней передач больше, чем песчинок около дороги. Поэтому вот менеджеров, их столько же, может быть, даже больше, чем передачи в вариаторе. Поэтому нужно как-то понимать, а что ещё посмотреть можно? Вот, ну, как бы, кроме шуток. Вот сел ты такой и думаешь, вот как узнать, о чем хочется заниматься? Вот ты бы что, Никита, сделал? Ну, давай так. Так, я сначала бы подумал на какой-нибудь, может быть, ресурсе обучающим посмотреть. То есть, вдруг попробовать просто, знаешь, взять и там, вот мне там сварка, например, понравится или не понравится, курс по обучению сварки. Но я такой понимаю, что, скорее всего, не понравится. Может быть, по программированию, по дизайну. И, в принципе, я бы выбрал, скорее всего, наверное, скиллбокс. Ух ты. Ну, слушай, я слышу про такое, да. Это как бы, в принципе, если вот меня ночью разбуди и спроси про то, где, в принципе, что-то подобное мне поизучать, понять вообще, как войти и определиться, то я думаю, скиллбокс – это первое, что вообще в голове всплывает. Но я сейчас даже не об этом. То есть, окей, скиллбокс, но это же целое дело. Там какие-то курсы. Ну, то есть, ты же понимаешь, это всё равно нужно уже на скиллбокс надо приходить, определившись. Ну да, это именно, чтобы выбрать какую-то стезю, там, смотреть сто роликов по ней и так далее. Это я согласен. Это не так просто сразу погрузиться. То есть, в принципе, вот как бы просто придя на скиллбокс, глазки могут разбежаться. Могут. Поэтому вот я тут недавно узнал, что у них проходит онлайн-марафон, причём уже вот буквально на днях практически. С 18-го числа, короче, с понедельника, со следующего он будет. Как раз именно профессии в сфере диджитал. Как мы любим говорить в IT, они любят говорить диджитал. В течение двух недель будут рассказывать небольшие такие мастер-классы. Не только рассказывать, но и показывать. Я верю в людей, которые в скиллбоксе преподают, что они не только рассказывать, но и показывать умеют. И, соответственно, они будут, знаешь, как вот, мы же бывали с тобой на каких-то этичных конференциях. Там тоже есть секции дизайна, программирования, маркетинга. Это в трёх залах, как обычно, параллельно проходит. И у них всегда есть расписание. Но там конференция – это целое дело. Это надо подготовиться, там, спонсоры, что-то ещё. Это всё так укрупнённо за 2-3 дня обычно проходит, там, с пятницы по воскресенье, например. А скиллбокс, у них более это разрежено для того, чтобы вы могли это как-то сделать во время работы, пока вы дворником ещё работаете или кассиром в пятёрочке. Охранником? Ну да, или охранником. Вы, в принципе, можете бесплатно на этот марафон зарегистрироваться, там прослушать именно те доклады, которые вас интересуют. По одному докладу в день на каждой секции, то есть три в день всего. В принципе, если у вас много времени, то есть если вы реально охранником сейчас работаете, вы можете все секции прослушать, и маркетинг, и код, и дизайн, для того, чтобы определиться вообще, в какую сторону вас тянет больше. Тем более, что я напоминаю, это абсолютно бесплатно. То есть как бы просто оставляешь свою почту и получаешь электронный билет. Так ещё и, соответственно, ты понимаешь вообще, куда тебя тянет, и после этого можно уже на скиллбоксе, так сказать, продолжить своё обучение. Конечно, да можно и на скиллбоксе. Главное, вот себя попробовать в этом марафоне, например, вот я вижу здесь расписание мастер-классов. Я могу даже на всё посетить. Могу и маркетинг посмотреть, и дизайн, и программирование. И это всё в один день идёт. Например, 18 февраля. Вообще круть. И знаешь, до 22 февраля практически всё по плотничком, по три темы. Иногда вот по две, по одной. А нет, иногда по две. Есть и по четыре, да. Блин, и в конце получаешь сертификат, если что. Если кто-то любитель сертификатов, я знаю, есть любители именно в резюмеху прикрепить несколько сертификатов, чтобы чисто понтонуться, что всё-таки там подкреплено чем-то знание. Вот, сертификаты даже выдают, так что можно. Ну да, это действительно круто. И я вот просто сейчас смотрю, мало того, что здесь как бы люди, которые непосредственно работают в скиллбоксе, есть и другие люди именитые, например, там, Дмитрий Матвеев, арт-директор Wildberries. Как бы вот это звучит, в общем-то. Я имею в виду Wildberries. Хотя и арт-директор звучит, и в принципе и Дмитрий Матвеев тоже звучит. Да, даже, а как тебе ведущий инженер-программист Баду Михаил Овчинников? Ну, послушай, уважение сразу, респект растёт. Программный директор Engate. То есть это такая достаточно компания известная в продвижении и так далее, он будет читать самый первый доклад про 25 самых эффективных источников трафика. Я думаю, ему точно есть что сказать по поводу источников трафика, потому что это непосредственно их работа. Так что да, да, тут круто. Я думаю, что каждый, так сказать, найдёт себе какие-то доклады по вкусу. И в принципе я абсолютно точно верю, что есть люди, у которых вот этот марафон прям жизнь изменит. Ну, то есть хотя бы программист станет дизайнером. Или наоборот, дизайнер-программист. Да нет, ну действительно, может быть человек поймёт, даже не обязательно, что человек с маркетинга на программирование перескочит, а может быть с программирования на маркетинг. То есть, знаешь, люди-то по-разному думают, существуют. Может быть, они ещё не решились до конца. Поэтому мы ссылку же с тобой оставим в описании. Ещё бы мы ссылку в описании не оставили. Тем более, что осталось всего 312 бесплатных билетов. А когда подкаст этот выйдет, их останется ещё меньше. Там, наверное, 100 билетов останется. Да, надо спешить. Поэтому и зрители, и слушатели, вы проверяете описание этих выпусков, наверняка найдёте там ссылку. Я даже в аудиоподкаст её тоже приложу для того, чтобы, так сказать, не потерялось. Потому что это действительно круто. Это такой наш подарок вам, как нашим зрителям и слушателям. Нам для вас вообще ничего не жалко в этой жизни. Тем более, рассказы о бесплатном марафоне на скиллбокс. Да, по сути, тем более, я ещё последнее скажу. Если вы вдруг не верите в это во всё, здесь как бы никто не заставляет сразу бабло платить. Это просто как бы демка, по сути. Для вас это демка. Вы попробуете. Если да, то классно. Дальше скиллбокс. Если нет, то и фиг с ним. То есть, круто. Тут как бы, если нет, вы, может быть, познакомитесь потом с Михаилом Овчинниковым. Он вас в Баду протащит. Тут как бы вариантов масса, на самом деле. Вот именно. Ну или познакомитесь в Баду с кем-нибудь. То есть, тоже установите приложение и нормально. Ладно, погнали. Погнали. Дальше следующая тема. Капитан Марвел. Neuron Insomnius прокомментировал. Марвел запустила сайт Капитан Марвел в стиле 95-го года, который не смог бы работать в 95-м году. Статья на Тижурнале. Даже на Тижурнале пишут про веб-дизайн немножко чуть-чуть. Скоро выйдет фильм Капитан Марвел от компании Марвел. Возможно, кто-то, извини, я просто хочется сказать, кто-то из Тижурного, он на журналистике отучился, но прошел марафон скиллбокса и начал кодом немного интересоваться и решил как бы, ну и журналистскую работу провести, то есть статью написать, осветить, так сказать, повод, но еще и копнул чуть-чуть глубже и вот провел, так сказать, аналитику какую-то по этому. Ну, честно, провел, копнул, ну и кокнул, как вы ожидали, что я это скажу. Да, я тоже ожидал. Короче, фильм Капитан Марвел от компании Марвел. Хорошо, что не от DC, да? Капитан Марвел от DC. В общем, на самом деле, фильм будет скоро, все на него там надеются очень сильно, потому что он там привнесет какие-то новые факты, а может быть, разрешит вот этот конфликт с Таносом, который был в... в Мстителях, уж забыл, как в Авенджерах, короче, в последних. Вот, может быть, там даже сама Капитан Марвел все убьет Таноса, я не знаю, честно говоря, но, по-моему, не убьет, потому что это все-таки предыстория перед теми событиями, которые происходят вот в последних Мстителях, поэтому здесь просто это как бы оригин, так называемый, Марвел, Капитан Марвел, героини, вот этого супергероя, точнее. Короче говоря, сайтецки они сделали, типа закос под 95-й год, что вот тогда как раз происходит событие фильма, вот этой истории, оригина, промо-сайт, который можно на marvel.com слэш капитан Марвел посмотреть, капитан Марвел. Суть в том, что на marvel.com такого дизайна обычно не найдешь, если говорить, естественно. Да, там все хорошо. Это лендуха, это лендуха. Я сначала не понимал, что это лендуха, я сидел, тупо смотрел, нажимал на кнопочки. И потом только понял, что да, тут же скролл есть еще. Вот. Почему непонятно? Потому что, когда нажимаешь, тут не плавно будет перемещаться, нажимаешь на кнопочки в меню, да, оно, естественно, просто тебя перебрасывает по якорю. Все в стиле 95-го года. Но, но, чувак, The Verge, Дитер Бон, немножко разобрал вообще сайтецки вот эту лендуху и понял, что не работало бы это все в 95-м, так как вот оно сейчас работает на нашем хроме, на новом самом классном, на бетит, на эт ли билд. На самом деле я запустил в E11, у меня есть такая возможность. У меня вообще есть возможность и много где запустить, потому что у меня есть браузер стэк, и там можно во всяком посмотреть, на каком-нибудь старом сафари, например. Я не стал испытывать, честно говоря, судьбу. Вдруг еще плохо будет на туре поверсты, мало ли, Marvel-чуваки обосрались просто тут у нас, как дуть в последнем выпуске. Вот. Но Дитер Боныч говорит, что, во-первых, что-то сайтецки весит 10 мегабайт. Честно, они, видимо, после вот этого разбора полетов переделали, и теперь сайтецки весит сущий килобайт. Вот этот вот именно лейн-духа. Попробуй. Давай, посмотри. Что-то я нажал не то уж, знаешь. Посмотри, посмотри, да. Понимаешь, я в Firefox же, поэтому тут, может быть, в нетворке этого и не показывают. Ну, ты попробуй все равно. Теперь он мне только индекс CSS показывает, что 25 по килобайт, и все. Вот, сейчас я все перезагрузил. Что, много? 1,8 мегабайт. 3,4. У меня, видимо, какой-то кэш, хотя я вроде аппликейшн чистил. 4,29 у меня. Из них 1,7 только передано, остальные закэшированы. Но вообще 4,29 общий вес. Ага, ага. Ну, ладно, хорошо. В общем, я вот all. Нажму. Хотя нет. Давай я по размеру посмотрю, что самое тяжелое. Сейчас там будет 10 аналитик. Да, скорее всего, знаешь, это как обычно. Ну, багаж и пега самый большой, 375 килобайт. Кроме того, что 10 мегабайт, на которые Диттер Бонд ссылается, он говорит, что вообще здесь многое еще сделано не так, как надо. Таких CSS-стилей не было еще 95-го. Вообще CSS-ки еще не было тогда, да. То есть там было все либо на имгах. Тем более там есть и JavaScript, представляешь, страшное. JavaScript. Ага, в 95-м. Ну, вроде как тоже в 96-м это все появилось, поэтому все, что здесь есть, на том самом Недскейпе-навигаторе 95-го года не выглядело бы так. Во-первых, не выглядело бы так, а возможно, вообще бы ничего бы не... Я думаю, не выглядело бы никак. Никак, да, не выглядело. Давай немножко просто пройдемся по лендухе. Ну, почему бы нам не сделать немножко как бы про Капитана Марвел, не поговорить. Я, если честно, вообще не знаю про этого героя. То есть, если можно читнуть отдельно оригин, там, комиксы по Капитану Марвел, и вообще знать, чем разрешится дальше конфликт с Таносом, соответственно. Вот, поэтому для меня это я просто смотрю, вот как на новый фильм Марвел. Это предисловие по тебе. Да, предисловие. Вот здесь написано просто про разных персонажей, можно почитать, которые будут в фильме. Они вот так стрелочками вот этими перемещаются. Что там за бабка появляется? Это Хиллари Клиндон какая-то? Какая-то бабка появляется. Возможно, она персонаж кино. Ну, скорее всего, персонаж. А может, это режиссер, я не знаю. Ну, нет, это просто тупо, наверное, первая бабка слева. Просто Марвел, как мы знаем, любит... Я по ней ударил. Именно удар был такой. Я думаю, сейчас немножечко это... Да, там, кстати, есть MP3-шка удара. Просто, видишь, суть в том, что... Возможно, MP3-шек в Браутере тоже не было. MP3-шек не было в Недскейп-навигаторе, я уверен. Вот. Суть в том, что это все юмор. Шутка юмора, как вы понимаете. Потому что Марвел любит в своих супергеройских кинах делать много шуток юмора. И темы славятся, собственно. Вот. Много здесь, конечно, я вижу каких-то диких анимаций, которые не было бы точно в 95-м году. Это нам было тогда... Гифками, может быть, и было бы. Может быть, и гифок тогда и не было. Что надо думать. Вообще, я вижу здесь именно анимации буковок, там, где Who are the Skrulls? И этого точно не было. Сто пуду этого еще пару лет назад и не было бы. Да, здесь есть классный ход про то, что здесь есть два лица и одно скрытое такое. Имиджем типа неподгрузившимся. Видишь? Вот Top Secret, там написано Top Secret. Дошел так. А, вижу. И там дальше, видишь, типа неподгрузившийся имидж. Ну, короче, здесь типа прикольчики, шуточки. Вот так вот. Как тебе вообще такая идея? Кстати, сейчас еще я в конце скажу. Давай. Как тебе вообще идея? Ты имеешь в виду идея непосредственно так прорекламировать кино? Ну да, да. Типа в стиле 95-го все такое. А почему вообще 95-го? Я пропустил. Потому что именно кино происходит в сеттинге 95-го. А, ну я не буду занудой. Я скажу, что прикольно. Как бы почему бы и нет. Вот, но... Подожди, а если занудой? Если быть занудой, то реально. Я просто... Ну, давай так. Тупо, что они сделали так, что именно на технологиях, которые не могли работать. Но это если реально зануда-зануда. Вот. Если просто не быть занудой, то скажу, что от фильма от самого внимания отвлечено чуть более, чем полностью. И я вот как бы на ландухе уже достаточно долгое время. А я все еще так и не понял, какого хрена. Вот. Поэтому у нее функция, как у лендинга для фильма, мне кажется, вообще неоправдана. Ну да, но, естественно, как ты понимаешь, про фильм, скорее всего, сильно все знают. Особенно в той стране, в другой. Не в нашей. Вот. Поэтому для них Капитан Марвел это, ну, как тебе сказать, с кровью отца. И со спермой матери. Витальц. С моей, с моей последней, скажу тебе еще. Еще, пока ты не... Я не закончил, да. А, давай. Я еще третий скролл. Если быть совсем не занудой, то, ну, естественно, вспоминаются с отецки, на которые я ходил реально там в 99-м, например, там, или в 2000-м, в 2001-м, на которых я еще именно смотрел там салюшины к играм на английском языке. К, опять же, к суперстарым там играм, DOS-овским еще. Типа, просто как проходить, там, что делать и так далее. И там было нечто подобное, но, конечно, тут еще достаточно технологии. Тут слишком длинный скролл. Тут как-то еще утрировано немножко, конечно же. Именно вот, типа, юмор. Сайтов с таким диким скроллом ни разу не видел, мне кажется, вообще. Просто тогда еще колесико у мышки-то не было. То есть это надо бы именно скролл-баром нажимать. Вот. И там почти все было именно на ссылках. То есть там каждый кусочек контента, это была отдельная страничка именно HTML-кой. И там надо было по ним ходить сильно. Вот. Поэтому... Ну, вообще, ностальгическое дерьмо, это прикольно, почему бы и нет. У меня, кстати, сейчас тоже, вот если про ностальгическое дерьмо, я помню тоже в те же года примерно. Я ходил на всякие сайты по вселенной «Властелина колец», и там тоже примерно такое же было. Именно, короче, читать по ссылочкам, ходить там, кто там, это древняя, это там олефанты там, а это те-то там, и балдеешь. И там именно были всякие форумы классические, и была там какая-нибудь, типа, игра, короче. И там надо было там, типа, ну, текстовое RPG-хо, короче. И там тоже вот так все оформлено, и там надо ходить, что-то, короче, ну, в общем, круть, круть. Мне тоже навеяло это немножко. Смотри, в самом низу этой ландухи скрыто чуть-чуть в темноте. Есть, между прочим, давно, недавно, точнее, умерший Стэн Ли. Подожди, а я не вижу, что там скрыт в темноте, я просто черноту вижу, и все. Опа, ты имеешь в виду, даже в Firefox сегодняшнем нету, но ты по навати там чуть-чуть поиграешь. А, вот, все увидел. У меня, видимо, очень светлый монитор просто. Да, может быть, может быть. Я просто, я бы не догадался, что это Стэн Ли еще даже. Ну, то есть, нет, я бы догадался башкой, но как бы не узнал. Можно просто открыть с ним отдельно гифочку, а это гифочка, и она будет называться Стэн. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хотя бы просто хочу посмотреть, именно копировать ссылку на изображение. Да, стен.gif. Ну, да, тут на крупном уже видно, что это все-таки он. Ну, круто. Вот так. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Следующая тема твоя про интерфейсы. Там, я чувствую, сейчас будет круто. Особенно то, что ты мне в Pre-Show, который услышат только патроны, в Pre-Show, короче, сказал мне, что там, ну, что-то вяленькое. Или все-таки там круть. Слушай, ну, я не могу сказать вяленько, но сказать круть тоже не могу. Хотя нет, могу. Круть. С uxdesign.cc эта новость, она называется квест за простотой. То есть мы типа на задании найти простоту. Вот. И приписочка, что на самом деле complexity, то есть витиеватость, так сказать, затрудненность, сложность, это не антоним простоты. Вот. Уже так, знаешь, достаточно звучно, да? О чем, в общем, пост. Пока не вяленько. Пост нам предлагает Юджин Ясану, или Ясану, неважно. И он рассказывает о том, что вообще вот в большинстве людей, ну, как бы моментов, когда мы делаем интерфейсы, какие-то приложения, что-то подобное, мы все понимаем, что, блин, мы же начитались книг про Apple, по Лебедичу, опять же, и простота это типа так классно и здорово, вот. Ну, и типа поэтому мы считаем, что какая-то сложность интерфейса, это априори плохо. Ну, то есть наверняка, я думаю, даже ты так думаешь. Уж знаешь, именно ты как пример чувака, который заблуждается. Ну, то есть, допустим, говорит, я, говорит, автор пишет, что один раз он был, один раз, это по-русски, кстати, однажды, однажды он был в аэропорте Амстердама, в аэропорту, простите, вот, и ему показывали чувак, чуваки типа всякие инфу, приборы там, пульты о том, как вообще система работает, эксельки. Он говорит, я вот пришел, и для меня это просто тупо какой-то странный листочек со статистикой, то есть для ничего не понятно было вообще. Вот. И потом я понял, говорит, что для него вот это вот все, вот эта сложность, вот эти кучи цифр, кучи клеточек и так далее, для него это простота. Ну, то есть, условно говоря, пытаясь упростить такой интерфейс, ты бы его только усложнил, потому что он уже привык работать именно с таким дерьмом, то есть, ну, ты, условно, кабину самолета же помнишь, да? Я вот, кстати, никогда не играл, например, в Л-2 штурмовик. Вот, ну, как бы есть прям категория людей, мне кажется, мужиков, которые до сих пор в него играют. Причем на настоящих именно джойстиках, именно слово джойстик здесь надо употребить. Ну, да, здесь нужно его, который именно, ну, туда-сюда направлять, вот. И там задолбаешься, там такие приборные панели, там, то открыть, закрыть, там, проверить и так далее. Вот. Но они как рыба в воде в этом, потому что, в принципе, когда ты идешь на пилота, ты уже ожидаешь, что будет такое дерьмо. Если оно будет какое-то другое, для тебя это уже, наоборот, будет сложно. Хотя, может быть, знаешь, опять же, пилоты, те, которые водили какие-нибудь самолеты, там, 30 лет назад, и пилоты, которые сейчас, и те 30-летние назад пилоты, они бы сказали сейчас, вот, то-то сейчас делают самолеты-то, там, одну кнопку нажал и полетели, а раньше надо было, там, то, сё. Хотя, конечно, сейчас, наверное, кнопок стало больше, если честно. Да, мне кажется, во-первых, кнопок стало больше, во-вторых, да, наверное, сейчас есть всякие там автопилоты и так далее, но наверняка в каких-то форс-мажорных ситуациях хороший пилот все равно решает. То есть, несмотря на то, что по тебе одну кнопку уже нажать, все равно, что-то иногда самолеты бьются, а иногда делают реально хорошие посадки, там, и говорят, что именно пилот спас экипаж, там, ну, как бы, видимо, бывает. Так вот, ну, и тут сразу вспоминается цитата, не мною, естественно, а авторам, что все должно быть так просто, как возможно, но не проще. Это Альберт Эйнштейн, между прочим, так сказал. Этим автором был Эйнштейн. Так вот, ну и, короче говоря, он продолжает, что, в принципе, все привыкли, что сложность — это что-то отрицательное, негативное, но на самом деле нет. На самом деле сложность — это, знаешь, как бы, ну, это оценочное суждение по Киселеву. Сложность — это характеристика, на самом деле. То есть, если большое количество каких-то объектов, то он, как бы, сложный. Вот, но не нужно путать сложность с конфьюженом, то есть с замешательством и трудностью работы. То есть, условно говоря, пилотам нетрудно работать с сложным интерфейсом, потому что он должен быть сложным. То есть, сложный — это просто характеристика, это не является оценочным суждением. Вот. И, соответственно, ну, здесь чувак говорит о том, что самое главное — это именно то, как вам это кажется. Он приводит пример, что в Хьюстонском аэропорту, как мы, сложно догадаться, в Техасе, там была проблема, что... Да что ж такое-то. Угу. Там была проблема, что мяукали коты. Да, что мяукали коты. Сразу будет сейчас 150 комментариев по поводу того, что покормите кота. Но, на самом деле, ему и не жрать надо. Он просто ходит по квартире и орёт. Как бы бывает у него такое. Ему поорать надо. Да. Так вот. В Хьюстонском аэропорту была такая проблема, что все жаловались на долгое получение багажа. Так. Вот. Там собрались умные ребята, подумали, продумали. На 8 минут снизили время ожидания багажа. Возможно, вдвое. Но всё равно все недовольны были. И знаешь, как они решили? Я, кстати, сразу догадался, опять же, как они решили. Они, короче, сделали подход к багажной ленте супервитиеватым, что ты все эти 8 минут идёшь к нему. И пока ты к нему идёшь, там твой чемодан уже ездит. И всё. И все обрадовались. Почему? Потому что идти не так нудно, как стоять. Ну, достаточно гениально. Так. Типа ты имеешь в виду, что иногда лучше запутать. Точнее, не запутать. То есть иногда лучше усложнить. Усложнить. То есть усложнить количеством переходов. Но общее ощущение у тебя остаётся, что просто. Тебе просто и хорошо. Потому что ты не стоял и не тупил. А ты знаешь, когда я маленький был, я спрошу, папа, папа, почему люди курят? Ну, слушай, представляешь, вот ты ждёшь кого-то, да? И тебе как бы скучно. А так ты вроде куришь и при деле. Причём батя у меня, естественно, бросил в тот момент уже, когда мне это рассказывал. Но он как знаток говорил. Да, согласен. Я просто вот сейчас слушаю и прям, ну, правда же, да? То есть всего-то сделайте курилку около багажа. И нормально. Даже витиева-то не надо будет ходить. Кстати, да, кстати, да. И сигареты вы давайте ещё бесплатно. Да, вот, согласен. То есть решения, они не всегда говорят о том, что нужно упростить. Решения говорят о том, что нужно сделать так, чтобы нам казалось классно. То есть perception is key. Это так называется этот абзац. И, собственно, это и суть всей статьи. И то есть решение какой-то проблемы в 21 веке – это не ответ. Ответ – это не дать нам показать, что проблема есть, грубо говоря. Ну и тут опять же сказано, что самое страшное – это не сложность, запутанность, а это беспорядок. То есть если у тебя очень сложная система, но она как шестерёнки очень чётко связана между собой, то всё будет классно. У тебя будет на выходе хороший результат, тебе будет легко и удобно ей пользоваться. Ну то есть опять же смотри, есть у тебя условная машина А, в ней и внутри примерно 15 миллиардов деталей каких-нибудь. Или сколько там было? 134 миллиарда. Ещё 25 тебе миллиардов деталей надо, чтобы, ладно, научиться пользоваться. Так вот. И ты к ней подходишь, но у тебя твоя функция там вспахать, я не знаю, какое-нибудь поле. И у тебя для этого всё равно там два рычага и три кнопки. Там газ, тормоз, поворот. А поворот – это кнопка обычно в моём мире. Так вот. И то, что там внутри 145 миллиардов деталей, тебя никак не волнует. Ты выполняешь свою функцию. Вот так и здесь. Главное – это чтобы не было беспорядка. Чтобы не было вот эта вот сложность наружу, причём на тупую наружу. А мне нужно, мне кажется, литературную Нобелевскую премию выдать сейчас после того, как я это высказал. В тупую наружу. Вообще в тупую наружу не было. Достаточно, чтобы было просто удобно. Ну и то есть здесь цитата Марти Неймайера, какого-то, видимо, немца. Правда, здесь не немецкая девушка под этим изображена. Ну просто Марти Неймайер – это как будто футболист какой-то. Ну согласен, да. Только тот бразилец, насколько я помню. Так. Но и он не Марти. Ладно, неважно. Цель дизайна – это убрать беспорядок, максимизируя и простоту, и сложность. Потому что иногда беспорядок можно убрать простотой, реально, прибрав, убрав ненужное по Микеланджио. А иногда нужно навернуть сложности для того, чтобы этот беспорядок тоже ушел. Потому что он растворяется в сложности. Уже, знаешь, бредовые метафоры придумывают. Блин, ну это круто. Видишь, тут как-то, понимаешь, слишком уже, слишком, точнее, сложно, точнее, иногда хочется понимать тогда, в какой момент надо усложнить. Вот так я могу тебе сказать. Мы просто сейчас перенесем это все на разработку, и вот есть у тебя условное приложение твое. Есть. И простота должна быть для конечного пользователя, например, на интерфейсе. А то, что у тебя это все сделано на очень многих компонентах. Вот смотри, допустим, ты хочешь уменьшить все до одного компонента для того, чтобы у тебя было просто два файла. Один компонент и один там App.js, который это маршрутизирует все внутри этого компонента. Но это будет беспорядок, потому что у тебя будет один компонент на 20 тысяч миллионов строк. Ну да, в нем будет мясо внутри. Во-во-во. А если ты усложняешь, разбиваешь это там на роуты, у них дочерние роуты, все это на компоненты под компоненты. В итоге для головы-то ты облегчаешь. Вот именно. Ты как бы усложнил, если мы будем говорить про файловую систему, про рендеринг приложения. Да, это усложнил. Но у тебя в голове намного проще. И тебе стало проще с этим работать. И, конечно, ему юзеру, потому что у него багов меньше, потому что у тебя все четенько по полочкам и так далее. Вот здесь об этом и говорится. Мартин Эймайер сказал или сказала, что самые хорошо задизайненные продукты – это те, которые и обладают богатым экспириенсом, который разделен на слои в скобках сложность, совмещенные с простотой использования, простотой понимания и простотой покупки. В скобках просто простотой. То есть простота и сложность, они в разных аспектах должны быть, и когда они совмещены, то все классно. Здесь, собственно, есть, конечно, еще один пример. Это карта лондонского метро. Здесь первая картинка – это то, как было в 1908. То есть кроме самого метро, там повторялся очень четко ландшафт, так сказать, самого Лондона. Улицы какие-то были там изображены. Темза. То есть... А потом, ну, как бы, был такой дизайнер Герри Бек, который понял, что людям, которые под землей, им насрать над ними что вообще? Институт Темза или какая-нибудь там мост. Они хотят понять, где они входят, где они выходят, как перейти с желтой ветки на зеленую и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому все было упрощено с одной стороны. То есть убрали лишние какие-то там географические, топографические элементы. Упростили тем, что все ветки теперь либо горизонтальные, либо вертикальные, либо диагональные. Просто для простоты восприятия. Три направления у тебя есть всего и все. Вот. Но зато усложнили тем, что все станции стопудово подписали. То есть на первой карте они не все были подписаны, а только самые крупные. Вот. А здесь подписали уже все, подписали легенду сложную. Но в конечном счете в этом в миллиард раз стало проще разобраться, потому что для людей нету ничего важнее, чем сами ветки и все. То есть как бы абсолютно срать, что над ними. Как там это будет. Они об этом будут думать уже когда-нибудь выходить из станции метро, и там уже можно будет вторую карту повесить, которая там будет показывать гористы, а сейчас местность здесь. И какие полезные ископаемые добывают на этой станции снаружи, но это будет уже снаружи. Там скорее всего какой фишн чипс надо хавать. Ну и так, да. Какие пабы сейчас будут. Я не знаю, еще в 1908 пабы были или нет, уже бредить. Пабы были всегда, я тебе скажу. Согласен, даже 2000 лет назад. Поэтому в принципе... Нет, 2000 лет назад ничего не было, я тебе скажу. Вот, да. Ну и короче, simplicity равно perception. То есть простота, она идет... Мы не к простоте должны стремиться, а к восприятию. Чтобы восприятие было простое у людей. А все остальное уже подождет. Кстати, кстати говоря, я вот, когда вообще вот раньше ни разу не летал в Москву или в Питер, не ездил в метро, ну или в Екатеринбурге, я думал, как чуваки из Лондона, из старого Лондона, андеграунда из старого. Я думал, почему вообще такие прямые... Почему такие прямые эти... Вот линии в метро, именно вот в этой карте. Почему так, короче... Особенно вот там, если посмотришь, например, на карту метро Москвы, да? Там вообще странно. Какие-то круги, что происходит. Я хочу понимать вообще, как оно в Москве-то происходит, выглядит. Вот. И только я потом, когда уже попользовался метро, покатался. Я понял, насколько это удобная карта. И вот это вот старое для меня теперь кажется очень страшным чем-то. Я, конечно, в лондонской андеграунде не катался, к сожалению, возможно. Вот. Но да, да, теперь я понимаю, что в натуре... Вроде как для меня было сначала усложнение тем, что они какие-то прямые линии нарисовали. По сути, выдумали фантазийную какую-то метро хреновину. Она же не такая, по сути. Вот. Они просто сгладили углы там. Конечно. Там на самом деле едет вроде по прямой дороге поезд, а он стопудово петляет там и так далее. Там надо за поручием прям держаться. Да, да, да. И поэтому вот я... Да, сейчас ты рассказал и прям понравилось. Ну, вот эта вещь как здорово. Я надеюсь, что... Кстати, Марти... Кстати, Марти Ноймайер, это вообще чувак не тот, который... Не та девушка на фотографии, а вообще чувак, который... Американский писатель, докладчик, пишущий на тему бренда, дизайна, инновации и творчества, если бы вдруг хотели знать. Марти Ноймайер, это да, это... Я сейчас представлю, что докладчик, а тот чувак, который в докладке кофе пьет просто много и все. Я думал, который... Я думал, который вот в закладке он докладывает. Ну, если взяли, но не все. До следующего человека надо доложить как бы... Ну, да, согласен. В общем, я очень надеюсь, что для наших слушателей эта темка тоже была понятна, потому что мы здесь немного карты обсуждали, но вы просто представьте. Вы помните наши правила, что слушатели просто представьте. Вот. Ну, теперь пойдем дальше. Пойдем дальше. Смотри, я тебя хочу классно ввести вот в следующую тему нашу. Вот представь себе, вот представь себе, что ты живешь еще не... Уже не в 2019 году, а в каком-нибудь... В 2013. Ну, ладно. В каком-то, скажем, не в 2019, а в 2015. Ну, в 2013 я могу представить так. Давай где-нибудь... Ладно, в шестом. Вот таком. Когда еще есть MTV, когда еще есть Exhibit, когда еще есть тачка на прокачку. Так. Вот. И я, на самом деле, мне достаточно нравилось. Я балдел, я включал тачку на прокачку, и там что-то оно у меня шло, и я, в принципе, кайфовал, как они переделывают тачки, и как они тюнингуют. Потом вот это все пошло... Эпоха... НФС Underground, и эпоха, короче, GTA San Andreas, где надо было прокачивать тачки, короче. В общем, было много всего связано с тюнингом прикольного. Тем более, что в нашем городе, в принципе, да и вообще в стране, прокачивание тачек это достаточно такая трепетная тема для мужчин, по крайней мере. Вот. И, короче говоря, любят наши чуваки, просто понтануться там, прокачать тачку, даже беспонтово как-нибудь, знаешь, а у меня тут тем более... Ладно, я уже решил себя дианонить, что у меня тут рядом есть. Неважно, короче, в общем, вижу иногда чуваков с прокачанными тачками, скажем так. Вот. И я, короче, узнал недавно, именно недавно, узнал, что есть такая тема, как не прокачивание тачек, да, а типа, знаешь, отмывание тачек. Вот мне, насколько я не люблю тачку мыть свою машину, сколько я не люблю вообще, в принципе, что-то там делать, по мужикам там копаться, да, ну, я, возможно, просто не дорос или перерос, или я просто не тот, не так живу, но есть такая тема, как чуваки любят мыть машины, вот реально мыть, или там приводить их в нормальный вид. То есть я бы хотел, чтобы у меня, наверное, машина была всегда мытая и всегда там не было на ней никакой ржавчины. К сожалению, не так, все наоборот, но есть чуваки, которые реально занимаются этим, как прокачиванием машин, прикинь, вот это как тюнинг, только знаешь, как называется детейлинг. Слушай, я вот слышал один раз слово, вот, и да, это причем, я к чему просто еще хотел сказать, что вот мне кажется, люди, которые занимаются детейлингом, вот если ты им начнешь отмазываться, они вот посмотрят на твою машину, не именно твою, а на машину нашего лирического героя, скажут, что ты как черт вообще, какого хрена? Вот, и ты им начнешь говорить, да блин, ну тут Челябинск, у нас глинистая почва, тут как бы в принципе не намоешься. Они скажут, что это все отмазки. Конечно, все отмазки, как мы знаем, детейлинг на заске. Вот именно, то есть, тут как бы надо не думать вообще, а делать уже наконец-то, и тот, кто, ну, действительно хочет следить за своим автомобилем, тот найдет, так сказать, способы, поводы, и возможности, потому что это в принципе украшает мужчину. Знаешь, как я слышал раньше такую тему, что женщины, они смотрят в первую очередь, когда к мужчине присматриваются, на то, как у него обувь выглядит. То есть, типа настоящий мужик должен за своими ботинками, там, или туфлями, или там, или макосинами ухаживать. Вот, я считаю, что автомобиль, это тоже достаточно показательная хреновина, вот, потому что да. И мы же с тобой вообще, у нас, на самом деле, наш подкаст, как бы, несмотря на то, что нас в аудио уже слушают больше, чем в видео, то есть, кроме шуток, это инфа вам сотка, так сказать, от кутюр, не знаю, неважно, короче, это так и есть. Вот, и мы вообще с ютюба начинали, и как вы можете догадаться, на ютюбе очень много контента вообще по уходу за автомобилем. Вот, надо как-то в этом всем разобраться, я считаю, да, то есть, вместо того, чтобы пересматривать все каналы, которые вообще есть по этому поводу, мы вам предлагаем, так сказать, ознакомиться с каналом Детехника, на котором прям круто вообще про уход за автомобилем. Просто я лично знаю человека, который на этом канале выкладывает ролики, это очень дотошный человек. То есть, вот насколько я дотошный в коде, вот настолько этот же человек дотошный в уходе за автомобилем. Вот, я просто, мы можем, кстати, Никита даже просто трейлер 29 секундный сейчас посмотреть, я думаю, он как бы за нас ответит на многие вопросы, которые уже, наверное, возникли у наших зрителей и слушателей, и потом я просто скажу про пару роликов, которые самые примечательные, мне понравились больше всего, и случаи из жизни, а ты можешь быть мне еще пару случаев из жизни, так сказать. Давай, давай, сейчас я включу трейлер, ты тоже там его накати, 29 секунд. Я накатил? Да, и вернемся после него. В этот раз я не забуду подмонтировать звук, поэтому слушаем. Каждую неделю новое видео, очистка и полировка кузова, секреты технологии PDR, специальные химические составы, обзоры и тесты, все об уходе за автомобилем, диетехника. На самом деле, вот я вообще смотрю на видосы, которые здесь есть на диетехнике, и я понимаю, что пацаны настолько любят вот эту тему, с тем, чтобы восстановить автомобиль в, ну, в нормальное, в нормальное русло, что я понимаю, что реально есть чуваки какие-нибудь с суперстарыми, опять же, там, линкольными, там, я не знаю, или с какими-нибудь епошками суперстарыми, да, что ее восстановить, это же прям, во-первых, искусство, а во-вторых, ты потом эту тачку можешь, я не знаю, что хочешь, во-первых, ты можешь продать ее за супердорого, во-вторых, ты просто можешь балдеть, именно ездить на такой тачке восстановленной, это даже, это даже круче, ты знаешь, это не как рефербишт, восстановленный телефон, айфон, да, а это именно, хотя казалось бы, что может быть круче, чем восстановленный айфон, А это наоборот, короче, ты старый вид оставляешь, ты не придаешь новый вид, не тюнингуешь там как-то, да, там именно по подросткам, а наоборот, старый вид восстанавливаешь, у тебя все там, у тебя именно заводские фары какого-нибудь там суперстарого Линкольна остались, да, там еще там, ну, короче, это суперкруто, я вот сейчас просто смотрю на это. Смотрю, это круто, это не только это круто, на самом деле, то есть, ну да, ни для кого не секрет, что, наверное, этим занимаются в первую очередь люди, которые хотят перед продажей подготовить автомобиль, но мне кажется, что подготовив один-два к продаже, ты уже не сможешь остановиться и свой реальный автомобиль сможешь как бы, ну, приводить в божеский вид, чтобы просто как черт не быть, вот, потому что это круто, это на самом деле это затягивает, ты просто, это как в, я не знаю, как монитор чистый у тебя всегда, ты его всегда вот стеклоочистителем просто протираешь и, и да. Так вот, вообще, ну, то есть, самый топовый ролик на этом канале это химчистка салона Passat B5, вот, и в чем суть? Суть в том, что там реально ребята, так сказать, взяли челлендж и отмыли вот просто усранный в усмерть салон, вот, причем там, естественно, хейтеры понабежали, потому что там миллион просмотров в роликах, вот, и тупо то, что хейтеры не верят, что это реальный кейс, а повторюсь, я лично знаю человека, который этим занимается, это реальный кейс. То есть, как бы тут даже без каких-то... Просто, видишь, там настолько хорошо отмыли, что даже не верится. Из такого просто вот салона, который, ну, невозможно в нем находиться, даже, я бы сказал, издалека на него плохо смотреть, вот, его сделали просто нулевым. Да, сразу вспоминается история из Разрушителей Легенд, с какого-то из пары-тройки ранних сезонов, про то, как они проверяли Легенду, что если две, ну, типа, если двое человек умерло в машине и неделю там пролежали, то ее потом никак не продать. Ну, то есть, все будут тупо там чувствовать, что там пахнет, так сказать, мертвичинкой и не будут покупать машину, потому что будут бояться. И они реально проверили, они двух свиней там положили и потом отмывали. Ну, короче говоря, они продали, они опровергли Легенду, что нельзя продать, продать можно, но избавиться от запаха нет. То есть, там, именно чувак, который покупал, он ржакал, типа, вы что, убили тут кого-то, что прежде, чем мне ее продать? Ну, и он там, типа, ее, знаешь, практически купил для стоянки. Знаешь, на стоянках стоят машины, у которых уже колес нет, там уже стол внутри стоит, вот он, типа, для такого купил чисто подешевле и все. Так вот. И вот, мне кажется, ребятам с Детехники, если бы ее пригнали, то они бы прям избавились от всего. Вот. Но это, знаешь, это именно edge case, что касается химчистки салона. То есть, это как бы, ну да, наверняка это проще уже поменять салон, кто-то скажет. Но, опять же, где вы на Chevrolet Impala 67-го года найдете новый салон? Так вот именно. Не, это же вот именно, что ты не просто какую-нибудь там отмываешь, там, знаешь, ради того, чтобы просто отмыть. А здесь именно ты еще и сохранишь все. Вот именно. И бабки не потратишь. Да, есть еще, как бы, кроме салона, такие прикладные вещи сейчас, просто я в жизни столкнулся, как полировка фар, например. Потому что они реально мутнеют. Во-первых, само стекло мутнеет. Во-вторых, там же всякие пленки какие-то наносятся. Я как бы сам-то не очень эксперт в этих делах, но там наносятся всякие покрытия для того, чтобы они лучше рассеивали. И чтобы стекло меньше нагревалось, потому что там, ну, жесткий нагрев внутри, особенно если там ксенон горит, например. Вот. То есть там именно это все надо сделать, чтобы фары дальше работали банально. Хотя вряд ли у тебя ксенон на Chevrolet Impala 67-го года, но допустим. Тут как бы уже полировка фар в любом случае нужна, потому что со временем машина все равно хуже светит. Ты вроде лампочку меняешь, а светит так же хреново. И понятно почему. Я вот только недавно узнал, что есть такая хрень, как полировка фар. Вот. Но тут есть еще PDR. А PDR это, короче говоря, удаление вмятин без покраски. Это, грубо говоря, практически ты пересоской присасываешь и выправляешь вмятина. Угу. То есть вот это, мне кажется, вообще для многих актуально. Бывает же это? Даже у меня. У меня даже вмятина. И я буду, кстати, может быть, посмотреть видосы? Да, естественно. Я, мне кажется, уже сам тоже все их пересмотрю. Ну, просто банально некоторые по жизни пригождаются. Потому что бывает же, вмятина поставят, но краску не нарушат. То есть там ржаветь не начало, но помялось. Вот, оказывается, есть устройства. Наверное, опять же, немцы придумали. Вот. Которыми выправляется это все. И классно становится вообще. То есть вот на ДТХ вообще про уход за автомобилем. Вообще про все. Начиная от ремонта кожи автомобиля, заканчивая там мойкой двигателя. То есть все знают, что, кстати, если комплексных мойках говорить, то это не только внешне и салон, это еще и движку моют. Вот здесь, в принципе, можете посмотреть там, например, как Audi моют двигатель. Причем, опять же, здесь же это же, ну, не то чтобы какая-то именно ролик, в котором нельзя рекламовать. Не первый канал. То есть тут реально рассказывают, какими составами хорошо моются, какими хреново из популярных марок. Вот. То есть это именно, ну, такой прикладной, так сказать, канал, на котором тупо хозяйки на секреты, только вот хозяйские секреты от хозяев машин, так сказать. Да. И знаешь, мне кажется, кто этот канал вообще смотрел, чтобы хорошо отмывать тачки? Мне Тарантино рассказывал, что в криминальном чтиве в той самой серии, в том самом моменте, где... А вот несколько серий криминального чтива. Несколько серий, да. И вот в той самой серии, где, короче, они мозги по всему салону разбрызгивают, когда убивают чувака случайно, вызывают того вот, который справляется, там, знаешь, типа, пока жена не пришла, за 40 минут отмывают, там, или за час, или за несколько часов всю тачку. Вот, мне кажется, он смотрел с детехники видосы, потому что там... Мне кажется, да, тот консультант, который хотя бы этот... Они-то думали, что так не бывает. А каскадер, который это делал, именно специалисты по спецэффектам, они, скорее всего, смотрели детехнику, потому что, ну, реально. Если не здесь, то где вообще найти инфу по уходу за автомобилем? Поэтому все ссылки в описании, перейдите, посмотрите. Мне кажется, это круто. Даже царапины, оказывается, можно убрать. Ну, то есть, без перекраски, я имею в виду. Здесь, видишь, здесь еще суть в том, что это не кардинальные меры, радикальные. Пошел, просто загнал, облил тачку, все. Облил это именно на жаргоне автомобильном. Вот это я знаю. А нет, это именно такие мелкие, такой, практически в домашних условиях. Но только, естественно, это делают в нормальных мастерских и так далее. Ну, как бы, да, это круто, это круто. Ладно, идем дальше. Идем дальше с хабра. Что такое качественная айдл-анимация? Разработчики делятся своими любимыми примерами. Айдл, я же правильно читаю? Ну, я тоже читаю айдл, по крайней мере. Да. Короче говоря, на самом деле просто статья ностальгии о том, что как делали раньше, хотя сейчас продолжают делать айдл-анимации. Для начала вообще, айдл-анимейшнс это анимация ожидания. То есть, пока ты не трогаешь управление, не нажимаешь никакие кнопочки, твой персонаж в игре, разумеется, про игры сейчас говорю, твой персонаж в игре начинает что-то делать, у него какая-то анимация включается. И много видели наверняка в разных играх разную анимацию вот такую. И это просто хороший тон, когда у тебя что-то происходит, пока ты ничего не делаешь. Здесь собрано просто перевод с Гамасутра, с крутого сайта, на самом деле, перевод. Чуваки, которые сами разработчики, они рассказывают про свои старые любимые игры, где какая айдл-анимация использовалась. Ну, и вот здесь сразу же, например, пройдемся по гифкам. Я не буду вгрызаться в их тут, тем более, что тут повторяется. Все вспоминают человека Джима там и так далее. Вот. Пройдемся по гифкам. Например, первая гифка с Аладдином, вот эта вот, где он подкидывает яблочко. И здесь чувак очень трогательную историю пишет, что я когда, говорит, играл в Аладдина и не трогал его абсолютно, у него включалась анимация подкидывания яблочка. И это какой-то типа троллинг, потому что, например, у меня яблочек ноль в инвентаре. Ну, да, да, там же именно их кидать. Но, говорит, подкидывает все равно, говорит, это яблочко какое-то. И это, говорит, очень вязалось с образом Аладдина, такого типа чувака про айдохи практически. Вот. Который все равно какое-то одно яблочко сохранил, даже несмотря на то, что их ноль. Вот. Хорошо. Да. Червяк Джим, да. Ну, естественно, у Червяка Джима тоже были разные айдл-анимации. Например, вот, что он снимает просто свою башку червяковую и начинает прыгать на ней, как на скакалке. То есть, очень классно. Все вообще здесь восторгаются Червяком Джимом, но, видимо, чуваки проработали реально каждую деталь, в том числе и айдл-анимации. Вот. Айдл-анимация, например, боксера из Street Fighter. Тоже просто чувак там переминается красивенько. Но это в том числе там дальше будет, я сразу забегу вперед, например, в Mortal Kombat, естественно, есть айдл-анимации у персонажей. И они постоянно идут, то есть, как в восточных единоборствах принято. Нельзя стоять вот в спарринге, когда ты в спарринге с партнером, нельзя стоять на месте просто. Это тупо. Всегда есть челнок, типа. Это даже не то, чтобы тупо. Тупо. Просто есть. Тупо. Они так и объясняют. Слушай, ну это тупо. Это тупо. Это тупо. Да нет, вообще челнок тот самый, который вот прыжки вот этим челноком и изменение ног, это по сути отвлечение. Это все отвлечение противника, потому что противник не знает, на какой ты именно конкретно прыжочек челнока, там, вперед, назад или как. Ну, в основном атака всегда идет, конечно, вперед. Вот. Или с какой ты ноги пойдешь и с какой будет удар атака производится. Соответственно, вот этот челнок – это айдл-анимация по сути. Да я думаю, дело даже не только в этом, еще и чтобы мышцы в тонусе всегда были, чтобы когда ты пошел в атаку, у тебя не заклинило никакую мышцу, потому что они у тебя, ну, как бы работают. Ну да. Ну, то есть ты быстрее просто среагируешь банально, чем если ты реально встанешь, задумаешься о чем-то. Ты как минимум не выключаешься из контекста. Конечно. То есть вообще, в принципе, у челнока много плюсов. Я думаю, что тренера по единоборствам, опять же, нам бы рассказали вообще там 100 плюсов челнока перед просто тем, чтобы стоять. Дальше вот, например, анимация, айдл-анимация чувака из Simon the Sorcerer. Там, я не знаю, ты вообще видел такую игру хоть раз? Нет, мне по рисовке Кюранди напоминает. Вот, я сейчас, естественно, гуглану на втором экранчике, что это за что, потому что оно очень напоминает первую Кюранди именно и по рисовке, и по цветовой гамме. Я сейчас посмотрю, Adventure Soft, ну нет, разработчик другой, чем у Кюранди. Вот, ну, Волшебник Саймон, большая серия игр, их 4-5 штук. Вот этот главный герой, Волшебник Саймон, он, на самом деле, достаточно задроский чувак. То есть, именно по лору и, в принципе, как мы видим по антуражу, просто какой-то типа пацанчик-волшебник. Но он, типа, становится крутым чуваком, когда ты его не трогаешь. Он как бы показывает свою, типа, еще сущность такую, типа, что он, в принципе-то, отвязный челик, достает у себя из шляпы Walkman, то есть, плеер, аудиоплеер, и начинает тупо слушать музыку в наушничках. Вот здесь чуваки тоже этим... Ну, это классика тех времен, то есть, там, именно, знаешь, несуществующий бред бывал. Опять же, как и яблочки у Аладдина. То есть, это именно, да, это на каких-то таких контрастах все делалось, и это, конечно же, очень ностальгически и круто, да. Да, в Mario 64, например, сделано очень круто, что пока ты не трогаешь Mario, он засыпает, типа, и здесь прям чувак рассказывает, что его батя ему говорил, ну вот, смотри, Mario уснул, все, мы можем уходить, типа, все, можно не играть уже, и тем самым отвлекал его, как бы, от игры, вот, что пока не трогаешь чуть-чуть, Mario засыпает. Это прикольно. Дальше, что здесь еще? Ну, давай пропустим вот эти все файтинги вместе с Марталиком, мы уже про него сказали. Metal Slug 3, например, Metal Slug 3. Здесь персонаж, здесь, на самом деле, я так понимаю, несколько разных персонажей, у них несколько разных состояний, в которые они могут пребывать, там, быть в мумии, быть еще в чем-то. Короче говоря, для каждого этого персонажа и для каждой вообще вот его состояния нарисована айдл-анимация. И вот здесь, например, нарисовано, как чувак просто подбухивает. Такой, именно видно, что такой бэд-гай, бэд-эсэч, он подбухивает прямо во время того, как он идет, всех убивает еще и, короче, достает фляжечку и бухает, пока вы его не трогаете. Вот. Это тоже, в принципе, все можно пропустить, я особо здесь эти игры не знаю. Что еще есть прикольного? Что еще есть прикольного? Дональд Дак, например. Слушай, Дональд Дак – это действительно прикольно. Вот. Я-то даже хотел просто с тобой порассуждать. Ну, допустим, мы с тобой посмотрели все айдл-анимации. Да, да. Для чего они вообще нужны? Айдл-анимации, они добавляют просто вот именно атмосферы и где-то даже именно лора добавляют. То есть, вообще, только такое, только в айдл-анимациях было, вот, например, в старых играх. То есть, где-то чувак снимал шлем, который он никогда не снимал за всю игру, в айдл-анимации, например. И там все узнавали, что у него, на самом деле, волосы такого-то цвета на башке. Он же шлем снимал, поэтому на башке. Вот. И, короче, ну и, в принципе, айдл-анимации, они оживляют персонажа. То есть, это не просто какая-то, как будто ты вот включил хреновину и все. И она там по заданному сценарию, у тебя герой, короче, существует, и он просто будет всегда тебя ждать, ты сразу начнешь и продолжишь там всех убивать. Нет. Он как бы живет своей жизнью, он как бы, это в него вдыхает жизнь такую. Пока ты его не трогаешь, он занимается своими делами. Это круто, это такой тамагочи стиль, я не знаю, но это просто вообще идеальная придумка. Вот кто придумал, тот гений. Значит, я вот сейчас вспомню, мы с тобой обсуждали Rogue One, твой любимый фильм. Да, да, они нас бывают. Топ-топ-топ-три, я думаю, все три места занимают. Так вот, и мы с тобой там обсуждали, что Диснею не удалось сделать таких характеров, которые именно западают в душу. Угу. Вот. Может быть, айдл-анимации? Если добавить, то как-то мы бы больше сроднились с этими героями, нам бы их было более жальче, чем было, как бы, когда вышло кино. Поэтому, точнее, когда оно закончилось. Хотя нам их одинаково было жалко, когда оно вышло и когда закончилось. То есть, поэтому, да, в этом как бы и суть. Моя тема следующая, она на самом деле очень логично из этого вытекает. Тут, кстати, опять же вопрос, почему раньше на этим заморачивались, а сейчас вот условно я Эликс, да, последний играл? Ну, если ты там встанешь, им будет просто стоять. Ну, вот смотри, где-то заморачиваются. Есть пацаны такие, кранчевые пацаны, Rockstar, называется Games. Ну, так, так. Я вот, например, смотрел, опять же, как себя ведет ковбой в Red Dead Redemption последнем, во втором. Вот. И там-то проработали. Он там песни начинает петь именно, кантри треки насвистывать. То есть, там все уже как надо сделано. Я не знаю насчет Ведьмака, но в Сан-Адресе там тоже там камеры начинают ходить на прохожих, смотреть. В Ведьмаке, подожди, в Ведьмаке, ну, в третьем, по крайней мере, я не знаю, как в первом, да, в третьем он там начинает подтягиваться, там что-то разминаться. Он там реально... Было-было все-таки. Да, да, было-было. Было-было. Нет, стопудово было. Ну, значит, зато копирания не заморочились, потому что там, дай бог бы, управление работало, блин, нормально, не говоря уже об айдол анимациях. Ну, ладно. Я уже, да, я последнее скажу. Даже в каком-то там сраном Тони Хоуке, которого... Хотя, на самом деле, старые Тони Хоуки их не хейтили, но, тем не менее, даже там, короче, всякие разные персонажи там спинку тянут. Ну, в смысле, что, типа, у них спинка боликает из-за того, что они скейтеры и так далее. То есть, в принципе, жизнь есть. Чуть-чуть. А может быть, знаешь, кто-то скажет, что да у них там столько не надо было программировать, и поэтому оставалось время там айдол анимации. Может быть, кстати. Чуваки, это ваши проблемы, что у вас нет времени? Что вам программировать надо? Да, 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 да. То есть, я думаю, что в тот момент и работали втроём. Ну, то есть, там, опять же, крупные студии, 10 человек, это уже просто там конвейер. Это можно было игры каждый день выпускать. Я имею в виду именно эпоху там консолей восьмибитных. Ну, да. Мне кажется, тогда работали... Ну, не кажется, я читал там по трое, по четверо работали и всё. Поэтому, конечно, то, что они ещё запрограммировали айдол анимацию, это, мне кажется, они просто именно по-человечески всё делали. И, собственно, об этом и следующая темка. Ну-ка. Она, опять же, с VX Design CC. Кстати, а мы сказали, что Капитан Марвел это из патроновского чатика. Не сказали. Ну, вот теперь скажем. А, подожди, это не из патроновского чатика, это с uvdesign.ru. Не помню. Короче, надо говорить. Про фликер, во, про фликер из патроновского чатика. Костя, привет. Так вот. Следующая темка, опять, с uxdesign.cc. Называется она Nintendo и дизайнем по-человечески. Здесь нам говорят о том, что авторка, Маделин Коллинз, говорит о том, что есть серия игр Pokémon Mystery Dungeon. Я, если честно, конечно, готовился, но я так и не посмотрел это, на какую консоль. Достаточно, судя по графике, на какой-нибудь... На Game Boy Advance и, соответственно, Nintendo DS. То есть, это уже такое, достаточно позднее, так сказать, творчество. Ну, новым это сложно назвать, как 2005 год. Вот, да. Но неважно. Это уже не NES, да. Хотя, опять же, вот мы теперь видим некую преемственность. Хотя, ладно, короче, о чём темка? О том, что Nintendo классные и они... Им каким-то образом удаётся всегда делать такой экспириенс, что суперсопереживаешь и героям, и вообще всё такое классное, удобное и вообще. Просто хочется прям вот поцеловать Нинтендочей за то, что они так круто делают. Так, и как же это им удаётся, интересно? А здесь просто это рассматривается как феномен. То есть, есть люди на форумах обсуждают этот покемон Mystery Dungeon, и они все там пишут, что в конце каждой серии они плачут. То есть, настолько там как бы не хочется расставаться с этими героями и с их покемонами, что прям вот до слёз. И чуваки, точнее, Маделин Коллинз, она говорит о том, что... Чуваки. Да. Это заслуга Нинтендо, потому что у них даже сами интерфейсы их консолей, их каких-то инфраструктур, их соитетских, оно уже более человечное, чем у всех остальных. И оно из-за этого подкупает и настраивает тебя на такой уютный домашний лад, из-за чего ты расслабляешься, проникаешься какими-то связями, какой-то connection у тебя образуется, и тебе, ну, не хочется это терять. Вот. И я, конечно, мог бы сказать, если бы это было про NES игры, а не про Game Boy Advance или Nintendo DS, я мог бы сказать, что просто там, ну, ностальгия, да, у чуваков, опять же, то есть у Маделин Коллинз. Но нет, это уже не очень ностальгия. Это как бы, ну, такие новое время, так скажем, уже нулевые. И вот, поэтому она просто предпочитает думать, что Nintendo, они рассматривают своих пользователей не просто как рынок, как условную ЦА, они ее рассматривают в первую очередь как людей. И типа они делают удобно и классненько именно для людей. Вот. Конечно, кто-то может сказать, что просто у них ЦА такая, ну, как бы не очень взрослая, и для них надо именно как, ну, как бы уютненько и миленько делать, потому что ну, это типа детки. На самом деле, как ты понимаешь, что на самом деле в итоге-то не детки, а старые задроты, задротетки. Но им тоже надо, чтобы humanly все было. Им супер-humanly, в том-то и дело. Потому что те, кто фанаты Nintendo конкретно, они только humanly им и подавай. Вот именно. То есть то, что Skyrim вышел на Switch, наверное, там продажи не сильно большие именно у этого порта. Дай бог бы, чтобы он окупился. Я понимаю, что Тодд Говард хочет, чтобы уже даже на спичечных коробках был Skyrim. Нет, скорее всего, конечно, там все окупилось, просто ну, это не знаю, не знаю. Я тебе не скажу ничего про Skyrim, честно. Потому что, во-первых, у меня нет на Switch Skyrim, а во-вторых, я... ну, оно... Skyrim тут ни при чем, понимаешь? Тут рассказывается... Что ты так взъелся-то? Я на святое, что ли? Ты хопай, как кокровочка уже в Тодд Говарда. Да, во-вторых, Fallout 76 хорошая игра. Во-вторых, значит, видишь, тут там про Nintendo игры еще, к тому же. Именно про их игры. То есть мы не можем сказать, что в Skyrim все дружелюбное. Там ни хрена не дружелюбное. Не можем, не можем. Здесь как раз дальше и будет, что даже на Nintendo инфраструктуре есть игры именно сегментированные на задротов, где именно прям не human ли интерфейс вообще. Но это именно и нужно... Ну, то есть это таких и привлекают в такие игры. Но они в целом говорят про интерфейсы самих консолей, например. Да, вот я, кстати, вижу, и я вот сейчас это понимаю для себя. Давай говори. Что там все такое округленькое, все яркое, все классное и ничего лишнего. То есть даже банальное управление у них на консолях типа намного проще даже в меню. Я просто сейчас вспоминаю, опять же, Nintendo Classic Mini, которую вы мне подарили на день рождения, и там сама менюшка гениальная. Я реально как в детстве, я интуитивно понимаю, что надо дожать. Мне очень легко, несмотря на то, что там есть настройки, есть целая там штука с сохранениями, там по четыре сохранки для каждой игры. И там вроде надо думать. У тебя всего-то пульт, именно пульт опять же, геймпад с пятью кнопками. А, Б, старт, селект и стрелочки, все. А там можно дохрена чего делать, и ты сразу схватываешь просто на лету. Блин, это реально гениально. И там тоже все округлое, все мимимишненькое и яркое. И прям я такой думаю, блин, вау. В натуре Nintendo это круто. И причем реально в это хочется играть. То есть вот так, знаешь, когда запускаешь Steam, думаешь, блин, опять эта черная параша. Опять там опять же синее, темное. Опять там играть надо жать. Опять DirectX будет тебя обновлять, потому что патч новый вышел. А тут просто взял геймпадик и сразу, ааа, уже у тебя зелья. Согласен, согласен, согласен. Вот. И тут, да, тут, конечно же, говорят о том, что есть... Тут, кстати, сравнивают интерфейсы, опять же, Switch'а и Xbox One. Вот я вижу, я тоже смотрю. Я просто, видишь, у меня же еще есть в голове интерфейс, например, PlayStation 4. И вот, короче, мы видим здесь Home, да? Типа Home и там, и там. На Switch'е просто тупо у тебя твои игры. Вот. Ну, на Xbox, естественно, это Windows, в метровых стиль там и так далее. И в PlayStation'е было бы примерно то же самое, такой же сумбур, как на Xbox'е. Вот. Я догадываюсь, да. Да, и в натуре, короче говоря, хочется немножко нажимать больше на игры на Switch'е. Единственное, что вот если, кстати, взять... Ну, опять же, это, наверное, все к одной теме. Вот, например, если взять интерфейс магазина... Это же не магазин, это Home пока. Вот магазин, например, интерфейс скидок на Switch'е. И интерфейс скидок на PlayStation 4, например. Там, конечно, разительно отличается. На Switch'е там просто перечисление игр. Просто квадратиками, тупо. Вот практически как здесь, только в две колонки и в там... Ну, или в три колонки, я уж не помню. Ну, как в App Store, я понял. Короче, просто тупо, да-да-да. Просто иконочки, короче, и все. И это. И скидки. А в PlayStation 4, и наверняка так в Xbox'е, стопудово. Они вот примерно одного плана консоли, на самом деле. Там все, там баннеры под каждую игру нарисованы. Там красиво все, что там. Только купи сейчас Red Dead Redemption 2 и получи новый кольт. И там, не знаю, что. И там уже именно вот реально очень сильно задрочено именно на теме скидок. А у этих чуваков тут все по-простому. Нажимай, покупай, играй, короче. Хочешь снова вернуться в яркий мир покемонов, тогда покупай. Но, короче, дополнительный баннер не будет. Мне кажется, что здесь еще именно политика компании. Ну, то есть, Nintendo даже не дает кастомить говно, скорее всего. Ну, возможно. То есть, они там забирают 50% от проданного. А в PS Store или в Xbox Store... Да, или 90. А в PS Store или в Xbox Store, мало того, что они кастомить дают, они еще забирают, мне кажется, там процентов 15. Ну, конечно. То есть, как бы там реально, наверное, политика разной компании. Собственно, об этом и пост. Что, типа, Nintendo делает все humanly. Вот. И, типа, даже интерфейсы в играх. И причем именно во флагманских. Здесь еще тема в том, что флагманские игры Nintendo, они все очень простые и humanly. Для того, чтобы ты уже к ним залез. А там дальше ты уже, как бы, Skyrim купишь и да. Да? А ты дальше Diablo купишь и нормально тебе будет. Будешь с недружелюбным интерфейсом, черепа смотреть, там, за некромантов играть. Ну, вот да. И здесь, кстати, в конце, опять же, приведено, что не всегда надо дизайнить humanly, потому что доподлинно известно, что есть такая компания Doves. Я не знаю, сейчас она есть или нет. Но, короче говоря, они раньше вот эти смеси для тортов умышленно усложняли рецепт, потому что иначе хозяйки думали, что это какой-то полный отстой, что так легко готовится. Они умышленно усложняли рецепт для того, чтобы покупали, типа, ой, это, наверное, что-то классное. Тут надо целых 50 минут что-то там стоять, делать, перекладывать, взбивать и так далее. То есть это зависит от аудитории. Именно поэтому... Они боялись, наверное, что просто водички нальешь, и там это, видимо, какая-то там типа химия. Да, да, кстати. А тут надо сто раз налить, там, перелить и... Маслица положить, подложить, да-да-да. Хотя на самом деле там именно просто они реакцию продумали, что все вот эти компоненты именно, опять же, превращались в то же говно и все. Вот да. Ладно, понятно, круто. Мне понравилась темка прямо. Ну вот да, TLDR-ка. Be human more. Все, конец истории. То есть надо... Да, да. Просто чистейшая инъекция хьюмонности от Nintendo. Знаешь, где хьюмонность еще? Я вот что понял. Я понял, что для нас с тобой, что как раз-таки одним из очень крутых параметров хостинга SmartApe является как раз humanly. Это вот просто суперчеловечный хостинг. Друзья мои, я вам скажу сразу... С человеческим лицом. Я бы, знаешь, вот так это сказал. Штампом журналистским. Я бы даже сказал с человеческой жопой. Потому что там все человеческое. Хостинг, он человеческий. Наш SmartApe. Он и наш, и ваш, и мы им пользуемся в том числе. И я вам больше скажу, что если бы мы не были так уверены в нем, то у нас бы самое наше ценное, а именно uobdesign.ru, не лежал бы на SmartApe. А он именно там и спокойненько себе существует, очень быстро грузится. И самое главное, что мы удовольствие получаем абсолютно от SmartApe. То есть практически Nintendo. Я бы сказал, что на одном уровне. Вот. uobdesign.ru slash SmartApe. Есть ли у тебя, Сань, сегодня какие-то мысли, какое-то настроение по поводу SmartApe? Что-то хочешь сказать? Есть. Кстати, да. Во-первых, скидки у них не так, как у Nintendo, а нормальные. Тоже с баннерами. И, кстати, у них изменились скидки. А, это на Bittrex хостинг. Дерьмо. Больше стали, да. Это только на Bittrex. На Bittrex хостинг, кстати. Это какая-то дискриминация. Если на год оплачиваешь, скидка не 33%, а 42%. Знаешь, я тебе скажу, что, видимо, никому это не очень-то надо. Видимо, да. А на 3 года, если оплачиваешь, 63% скидка. Просто можно за ноль купить Bittrex хостинг себе. Как будто, да, действительно, он был кому-то нужен. Но неважно. Это не отменяет того, что SmartApe охренетительные услуги предлагает. Но я-то не это хотел сказать. Я хотел сказать, что кроме классического альфа-банка, о котором мы уже говорили, что они являются тоже клиентами SmartApe, а, оказывается, Перекресток – это клиент SmartApe. И тут-то я SmartApe зауважал еще больше. Ну, и без того полностью на 100% уважения прибавил. То есть у тебя, как GTA-шки, уже некуда прибавлять. У меня полная уже. Я как бы уже во всем зеленом хожу, опять же, по Перекрестку и по GTA-шке. И вот как бы все, респект, уперся. Я уже шею склонился, потому что, ну, плечами уже в потолок уперся. Вот. И самое главное – это российский футбольный союз – это тоже клиенты SmartApe. Ага. Но к нему не налетит. Интересно. Конечно. Конечно. Интересно. Поэтому обязательно пробуйте. Кстати, кстати, в этот раз мы вам скажем, что, во-первых, у нас есть реферальная ссылка, которая есть в описании. А во-вторых, во-вторых, если вы уже клиент SmartApe, но хотите следующую услугу поддержать нас, купон UwebDesign напишите просто. Как пишется, так и слышится. Точнее, наоборот. Как слышится, так и пишется UwebDesign. Ну, вы знаете, как пишется UwebDesign. Вы же тру-зайки практически. Только тру-обезьянки. Надо нам придумать, кто у нас тру. Тру-космонавты, точно. Во, вы же тру-космонавты. Вы знаете, как пишется UwebDesign. Ну, просто укажите купон UwebDesign при оформлении очередного хостинга, домена и так далее, и мы получим от вас небольшой презент. Как комплимент от шеф-повара, только комплимент от космонавта вы нам оставите. И будет очень круто. Да. Пойдем к реакту. Я вот вижу, что у нас дальше зубодробуха. Хотя, казалось бы, да, мы вот не особо с тобой здесь как-то идем к реакту в этом подкасте. А теперь пойдем. Да. А знаешь, почему мы пойдем? Потому что нам Вадим погнали Авдеев, у которого, кстати говоря, недавно был день рождения. Потому что, по идее, день рождения у него сегодня? Ну, во вторник. Мы пишем со вторника на среду. Да. Но вы слушаете это позже чуть-чуть. Но все равно, в любом случае, поздравляем его с днем рождения. Тем более, что он нам постоянно предлагает какие-то темы и постоянно пишет слово «погнали». Поэтому, ну, как не поздравить такого человека? Да, в общем, Вадим, тебе спасибо за, так сказать, поддержку, за то, что ты с нами все это время плывешь по Млечному Пути. Вот. Рассмотрим твою темку. Он мне написал в телеге, что это просто глоток свежего воздуха для реактеров. Для реактеров. Вот. Теперь можно не юзать, а боссы на сет. Но пук для всех остальных. Да, для всех остальных как бы, ну, что-то произошло и произошло. Всего-то реакт обновили до 16.8. Даже не то, что там какая-то мажорная версия, там 17 вышла. 16.8. А оказывается, есть моменты. Теперь можно не юзать, а боссы на сет погнали, а отпадный юз погнали. Для тех, для кого это пустой звук, в 16.8, в общем, суть в чем? Реактовые хуки перешли в стабильный релиз. То есть они были в бете до этого, в альфе, возможно, были когда. Теперь они в стейбл. Можно их использовать. Что такое хуки? Я не совсем разбираюсь вообще в реакте, уже знаешь, признаваться. Но как я понял... Видишь, Дэн Абрамов нам сам написал. Он, может быть, тут подробно написал? Классно. Он, может быть, и подробно написал. Здесь есть несколько статей, опять же, по поводу introducing hooks и так далее и тому подобное. Но, в общем, как я понял, это обычно сейчас для работы со стейтом используются классовые компоненты в реакте. То есть ты объявляешь класс, делаешь у него рендер, то есть функцию, которая что-то рендерит. И, соответственно, все изменения по поводу стейта ты делаешь в set что-то. Set name, set job и так далее. Set count, например. В данном случае хуки позволяют использовать функциональные компоненты и переиспользовать их. То есть сделать function example, не объявлять класс, не заворачивать это все никак, не делать у него какой-то рендер, а просто function example, который ретурнит шаблон нам в JSX. И в этом шаблоне мы можем делать связь со стейтом, когда мы объявляем, например, const в квадратных скобочках по деструктуризации, соответственно, count и set count равно useState, например, 0. То есть мы в state первоначально записываем 0 и получаем доступ непосредственно к методу setCount, который устанавливает count внутри стейта. и мы можем сразу делать связь со стейтом, грубо говоря, в этом переиспользуемом функциональном компоненте, а его еще и везде пихать, этот компонент. То есть сделать такую, знаешь, жесткую привязку со стейтом какого-то конкретного компонента, условного там, я не знаю, виджета комментариев, везде его пихать, и он у нас везде будет привязан к стейту, и мы не будем везде делать там set не set через класс, а мы везде, соответственно, в нем внутри просто используем наш метод setCount, и автоматически это все обновляется. Я это так понял. Поправьте меня в комментариях и на премьере, и под видео, если я что-то не так сказал. Вот. Но Вадим мне сказал, что это big deal. То есть это очень круто. Он мне даже приложил ролик Дэна Абрамова, непосредственно который рассказывал про React Hook'и. Я посмотрел даже чуть-чуть. Я просто, ну я не успел все посмотреть физически, как бы, ну, где я и где Дэн Абрамов. Вот. Но он там на примере, опять же, мутации изменений стейта, name, все name, там микрокомпонентики писал, я так понял. А на самом деле, если проводить параллели, например, с вьюшкой, то там нет непосредственно таких переиспользуемых функциональных компонентов, потому что там компоненты вообще, один файл, один компонент, и там в нем сразу и шаблон, и CSS, и JS. То есть там как бы ты переиспользуешь цельные компоненты такие. И в принципе, никто тебе не мешает их тоже связать со стейтом через вьюкс, например, и переиспользовать их тоже. То есть, например, у нас в проектах там часто используется какой-нибудь один тултипчик, и тоже везде, как функциональный компонент, несмотря на то, что он, ну, как бы это отдельный компонент в отдельном файле. То есть это вьюшкой вообще это, ну, как бы предусмотрено. Вот. Видимо, для React это какой-то big deal. То есть я бы, в принципе, очень был бы рад, если бы к нам в комментариях пришел человек, который и в том, и в другом шарит. Например, Дэн Абрамов. Ну, хотя бы, хотя бы. Как минимум, Дэн Абрамов. Как максимум. Как максимум, Вадим Авдеев. Вадим Авдеев, да. Просто он не пытался провести параллели с вью, но дело в том, что он в вью не так хорошо шарит, а я в React вообще не шарю. Поэтому это как бы игра в одни ворота такие получились. Причем я даже не знаю, в чьи. Нет, вы как бы на отдельных полях поиграли и не поняли ничего. Да, это знаешь, как я, когда в теннис ходил в большой играть, мы на разминке со стеной играем. То есть ты просто бьешь в стену, тебе мячик отражается обратно, и ты отрабатываешь удары справа, там, с левой стороны и так далее. То есть как бы, ну, ты разогреваешься, опять же, по челноку. Вот мы также с ним у двух стенок рядом поиграли, погнали друг к другу, сказали и разошлись. А хочется все-таки как-то вступить в спарринг с человеком, который именно крутой. Ну, если тот человек, который шарит и в том, и в другом, он будет просто перебегать с одной части поля на другую и сам себе отбивать, как бы, хотя бы как-то так. Вот, поэтому так одной строкой мы рассказали о новинках React. Так. И непосредственно перейдем уже к большой темке этого микроблока, который нам предложил Денис. Вот, заголовок такой. Как поколение Y превратилось в поколение выгоревших? Это статья на хабре, в которой вообще, ну, как бы, мы здесь часто говорили про выгорание. Что такое выгорание? Выгорание, это когда ты психологически сел, тебя все задолбало, и ты не хочешь уже там ни работать, ни что-то еще. То есть, ну, если говорить о том, мы говорили про JavaScript выгорание, про frontend выгорание, там мы говорили о том, что чувак сел, и ему не хочется больше развиваться, что-то учить во фронтенде или в JavaScript. Вот, он хочет просто уже как-то работать, не спешить вот это, не узнавать в каждой новой версии React, что там добавили. Ну, то есть, мотивация вообще никакая, и энтузиазма никакого нет, все. Ну, да, да. Ты правильно это перевел на русский язык. Мне почему-то Anthem рекомендуют в продаже с 22 февраля. Я не знаю, что это такое, но какая-то игра 18+. От BioWare, между прочим, игра. Фух, прямо аж как-то взбодрился от BioWare же все-таки. Геи, наверное, на геях сразу там геи не погоняют. Да там роботы, там роботы в основном. Ну, и геи, я надеюсь. Ладно, не важно. В общем, статья на BuzzFeed оригинальная была, на хабре ее перевод. И там говорится о том, что, в принципе, вот миллениалы, которым самым молодым сейчас 22, а взрослым 38. То есть мы с тобой прям миллениалы-миллениалы. Ну, слава богу. Да, так что слушай внимательно. Вот им, то есть нам, свойственны какие-то депрессии такие, выгорания. Это такой задачный ступор. И здесь имеется в виду не профессиональные выгорания, а выгорания по жизни. Ну, типа, знаешь, есть списки дел, которые надо сделать. Здесь такие примеры приведены. Наточить ножи, отнести обувь к сапожнику, назначить прием к врачу, ответить на письма. Это еще ладно, не помыть посуду, потому что у меня... Я и по такому выгораю. Во-во-во-во, я тоже хотел это добавить, потому что как бы жиза и жиза. Так вот, полить растения, например, тоже. Это как бы такие вещи, которые, знаешь, казалось бы, рутинные, и казалось бы, наши родители и делают на автоматизме. Но вот у нас почему-то не получается. И здесь автор, я не знаю, кто там автор оригинальной статьи, Энн Хелен, авторка опять же, извините. Она пишет о том, что это все из-за того, что наши родители нас очень сильно прессовали по поводу того, что нужно сильно запланироваться, супер до хрена дел сделать, что вот там времена меняются, если ты не будешь работать 25 на 8, то, соответственно, у тебя ни хрена не получится и так далее и тому подобное. То есть, хотя на самом деле выгорание, как диагноз, впервые упомянули в 1974 году, в 1974, то есть в прошлом веке. Опять же, штамп небольшой. И это, конечно, говорилось как физический, ментальный коллапс вследствие переработки или стресса. Но стресс он не всегда бывает из-за переработки. Он бывает из-за того, что ты сам себя загнал, знаешь, ну тем, что это все обязательно надо сделать. И когда ты именно так к этому относишься, как куча говна, которую надо сделать, оно и является для тебя кучей говна, которую надо сделать. А если ты будешь с позитивной ментальностью относиться к тому, что ня-ня-ня, ух ты, у меня вот я сейчас это сделаю, вот это сделаю, вот это-то-то-то-то, и все будет балдежно. Да ты мои растеницы любимые, да моя посудочка и так далее и тому подобное. Если бы был какой-нибудь канал типа Детехники, только Де Домашника, где рассказывать бы, как классно отмойть посуду. Де Посудика? Да, 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 да. То наверняка не так бы это все было для тебя, Никита, тяжело, как сейчас. Хотя... Ты знаешь, знаешь, мне кажется, уже бы ничего мне не помогло. Да, ты бы и это переборол, ты думаешь, да? Даже желание попробовать совет из Де Посудики, как бы... На самом деле наверняка можно по рофлу посмотреть какие-нибудь видосы на Ютубе, наверняка есть видосы типа как заставить себя мыть посуду. Если нету, то, чуваки, просто идея вам. Вот, но, но смотри, ты вот сейчас, получается, говоришь, что просто я типа для себя такой думаю, блин, мыть еще посуду, типа досвидос, мое типа отношение именно, да, неправильное получается. Это все суть именно в отношении. Отношения нам привили родители. Они нас настолько долбили. Вот еще надо это сделать. Вот они-то это делают сами. А если не долбили и не делаешь? Если не долбили, то ты все равно витала в воздухе, понимаешь? Ну, то есть ты в кино это видел, там в ярлаше условном, в книжках читал. Ты видел, как учителя заставляли учить уроки все время. Их так не заставляли. У них было более пофигистическое отношение к этому ко всему, потому что, потому что они при советской власти жили. То есть там, в принципе, за тебя почти все делали. Там ты даже ужинал и обедал, там и завтракал в столовках. Везде были качественные столовки. Ты там дома реально меньше ел, чем сейчас. Не, ну это если ты не в деревне, скажем так. В деревне-то ты воду носил с утра до вечера. Ну это понятно. В деревне-то всегда все выгорали. Уже тебе говорили, там бухали, потому что выгорали. То есть тут же это ж такое. Это как бы мы сейчас говорим про... Ну конкретно про нас. Там в деревнях вообще другая жизнь. Или там, наоборот, никто не выгорал. Там некогда выгорать. Начнешь выгорать, уже у тебя умрет скотина, и ты помрешь сам. Все. Вот именно. Короткая история будет. Поэтому тут, чтобы выгорать, понимаешь, это у тебя должно быть время посидеть и подумать, блин, надо посуду помыть. То есть это так-то, выгорание-то роскошь, достойная немногих, что называется. На самом деле, знаешь, здесь я вот хочу тебе сказать, немножко вбросить, вдруг ты как-нибудь разовьешь. Здесь само по себе выгорание именно вот мелких дел, про которые говорится, то есть там типа посуда и сходить там куда-то там, что-то там отдать, на почту заплатить и так далее, оно на самом деле происходит в тот момент, когда ты начинаешь думать, вот именно в тот момент, когда ты начинаешь думать, что тебе надо сделать дело, и там, например, его делаешь. Условно говоря, если ты просто начинаешь делать классическое, просто берешь первую тарелку, условную, то выгорание, оно просто улетучивается, по сути, потому что все, у тебя начинается уже дело, у тебя начинается выполнение твоей миссии, по сути, ты зашел на миссию. Ну это по поговорке, страх и глаза велики. То есть оно всегда так работает, но дело даже не только в этом, дело еще в том, что у нас больше всякого... Типа, знаешь, запариваться за то, что надо есть здоровую еду. Раньше об этом не запариваться. В принципе, сейчас больше моментов, по которым запариваешься априори. Нужно запариваться о том, что там в России все плохо, возможно, надо куда-то переезжать. Или там в Челябинске все плохо, нужно переезжать. Или там, условно говоря, ты берешь... Вот раньше никто, наверное, не смотрел состав у продуктов, ну там в Советском Союзе. Потому что все по ГОСТам как бы было, и вроде нормально. Да и просто об этом не было столько рекламы, передачи здоровья, каких-то там Агапкиных, еще всего вот этого, где тебе именно говорят о том, что нужно о том заморачиваться, об этом. Не так много было информации про политику, про что-то еще. Понимаешь, когда ты живешь в парадигме идеологии, ты, в принципе, у тебя башка не болит почти обо всем. Ты точно знаешь, что после там школы ты пойдешь в институт, потом в комсомоле будешь, и тебя кто-то куда-то пристроит. Ты даже о том, как работу найти там более высокооплачиваемый, ты и то не паришься, потому что, блин, ну ты уже на токаре выучился, ты уже априори до шестого разряда, когда дойдешь, ты будешь бог. Ну да. То есть настолько меньше было возможности, ну как бы каких-то сфер, по которым нужно запариваться, что из-за этого у тебя запаривалка не уставала, и ты, в принципе, мог запариваться по поводу мытья посуды или чего-то еще, потому что все остальное тебя не парило, в принципе. То есть даже поехать в отпуск, ты и то путевку на работе получал, или там в профкоме, в институте. Да и, знаешь, вариантов, куда поехать, не очень много. Согласен, и вариантов было не так много. То есть как бы в Куршевель не летали. К сожалению. Или к счастью. А тут теперь и думай, слушай, к сожалению или к счастью. Понимаешь, даже не было мук выбора, а что посмотреть на ютубчики за обедом. Ну видишь, на самом деле, с другой стороны, люди, которые преодолели это, представишь, люди, которые могут себе позволить не выгорать при этом, и могут себе позволить делать какие-то такие выборы, которые тратят силы тебе, и все вот это могут, то это уже достойные люди эти. Это машины для убийств, я тебе скажу, конечно. Ну и, собственно, да. Здесь вывод такой, что наша основная ценность для общества – это способность выгорев. Наши – это миллениалов. Потому что сейчас, если бы наших родителей поместить в их 28 в нынешнее время, возможно, бы долбанулись. Потому что вот как бы у нас есть способность выгорев продолжать работать, поэтому не стоит ждать, что кто-то поможет с этим разобраться. Суть в чем? Нам надо осознать это тем, кто выгорает. И тупо let it down. Или как там? Нет, let down – это подвести. Let it go. Да, let it go. Короче, просто забить на то, на что можно забить. И сильно проще станет. Мне почему-то кажется, что даже, например, увлечения наркотиками сейчас и то больше, чем раньше, как минимум из-за вот этих выгораний всех. Ну, так в любом случае, любыми уходами от реальности увлечения больше, я думаю. Да, да, да. Потому что тупо let it go так, люди. И как бы по-другому не могут. Ну, тут я так чувствую, твоя темка, она в тему, опять же. Моя темка, во-первых, в тему. Во-вторых, она типа продолжения, но немножко прикладное. Фронтендер нам прокомментировал. Эй, козер, не кисни, на радуге зависни. Он нам прокомментировал и предложил темку про исследование. Главная причина профессионального выгорания у IT-специалистов – непереработки. Вот все думают, почему типа IT-специалисты выгорают? Ну, то есть, типа, чувак все уже, значит, задолбался программировать на Java и пошел в монастырь, да? Пошел там в горы. На самом деле, не из-за того, что он, скорее всего, как вот тут по опросу, я так понимаю, именно по опросу, не из-за того, что он много работал там и так далее. Нет, на самом деле, здесь могут быть и другие причины, потому что многие причины влияют на программистов, в том числе на IT-чуваков, может быть, и на дизайнеров. Другие причины, не только то, что он, короче, переработал. А конкретно еще, например, такие причины, как toxic culture, например. Особенно среди программистов, да хотя и среди дизайнеров, тоже там достаточно toxic culture. Вот, что все комьюнити, все с тем, с кем ты работаешь, там и так далее, люди достаточно высокоинтеллектуальные, и многие, кто из них высокоинтеллектуальный, например, ну, это причем мое сейчас размышление, об этом не написано, но достаточно чистолюбивые чуваки и достаточно идеалисты, скажем так, своего рода. И из-за этого они прибегают вот к этой токсичности, чтобы сделать других людей вокруг себя, скажем так, ну, тоже такими же идеальными в каком-то плане. Соответственно, из-за этого, ну, просто тупо комьюнити токсичное программистов. Вот есть, конечно, наверное, где и добренькие чуваки, их везде там, как в Nintendo, полная человечность, да, но в основном все toxic culture, которое тоже губит программеров, они просто там, их бесит, что там вокруг всех плохо подсказывают, или подсказывают не так, или не сработаться, знаешь, друг с другом, там, один любит реакцию, второй вью, там, и так далее. Ну, короче, очень много разногласий происходит, и высказываются, естественно, эти разногласия, как ты понимаешь, достаточно в жарком споре, с горящими жопами, поэтому toxic culture – это одно из причин выгорания программистов и вообще айтишников. Например, плохой рост в карьере, карьерный рост, то есть программист, как был программистом, так и остался, и, ну, максимум, что его повысили, это разочек, там, до главного программиста, и то это в хорошем случае, потому что не всех повышают, и не обязательно, что ты станешь, там, крутым главным и так далее, так и будешь выполнять, ну, то есть будешь выполнять свою работу, может быть, ты уже суперскилловый чувак, по сути, но роста никакого нет, потому что ты просто тебе нужно, ну, как, я не знаю, как тому же сварщику надо дальше варить продолжать, не обязательно, что если он научился варить там в космосе, его сразу на ракету посадят, как ты понимаешь. Да как бы даже если его туда и посадят, ему там все равно варить, а не... Да и все равно варить, да, все равно варить. Вот, значит, далее, очень, ну вот, естественно, награды, это все понятно, и лидершип, то есть менеджеры зачастую или какие-то там вообще управляющие чуваки, недостаточно компетентны, чтобы вообще вот организовать работу нормальную программиста, в том числе они достаточно компетентны, чтобы раскусить вот эту токсикалча, чтобы понимать, когда нужно поднять бабло программисту или какой-то рост ему сделать, вот. Из-за неграмотного менеджмента, плохих управленцев, соответственно, тоже происходит выгорание, потому что, ну, это все влияет, по сути, на работу, на твою и на вообще мироощущение и работоспособность, соответственно. Вот. Вот такие вот вещи, и вывод-то в чем? Вывод в том, что не только твоя загруженность и переработка, да, твоя может тебя выгореть, но еще и другие пункты, соответственно, которые вот я здесь назвал, и, может быть, какой-то пункт можно изменить, и, знаешь, ты будешь дальше в кранчах сидеть, и нормально тебе будет. То есть, грубо говоря, продолжать тебя нагружать так же, это уже, знаешь, советы, вредные советы для директоров, да, для менеджеров. Может быть, просто нужно менеджмент поменять, отношения, может быть, человеку нужно всего лишь поменять, то есть, убрать токсик калча, или как бы обсудить это с кем-то, да, с твоими работниками. И будет нормально, и будет дальше, будет чувак пахать 24 на 7, 25 на 8. Так что вот так. Слушай, ну, даже я не знаю, каким образом это продолжение именно предыдущей темки, но скорее действительно такое соседняя темка просто. Ну, просто про выгорание, потому что. Ну, да, только тут профессиональное в данном случае, и я даже, честно говоря, не готов вообще рассуждать, почему здесь нету именно тех факторов. Ну, вот я смотрю тоже результаты опроса, а где фактор того, что реально там это поколение просто такое, и все, и дерьмо. Про это, видимо, не думали, тут просто поверхностно посмотрели. Ну, вот чуваки работают, у них бывает на работе то-то, 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 бывает, что все токсичничают на работе, бывает, что менеджмент плохой, бывает, что загрузка. Вот, все, па-па-пам, и все, погнали. Вот, просто, ну, мне кажется, это не стоит сбрасывать со счетов. Понимаешь, что есть other 3%. Ну, да. Наверняка... Ну, это как у некоторых партий тоже у нас, когда я в голосовании тоже, они как other примерно 3%. У всех остальных ты имеешь в виду. Скобочек у всех, да? Да. Ну, может быть, может быть. Не знаю, что еще здесь сказать про выгорание. Я могу только одно сказать, что перед тем, как перейти к последним нашим двум, так сказать, темкам, завершающим таким темкам вспышкам, надо сказать, где, в принципе, исключено выгорание. Где нет токсичного комьюнити, ты имеешь в виду? Во-первых, да. Там просто как бы сами ведущие токсичные, комьюнити нормальные, поэтому... Patreon.com.ru Это площадка патреона, на которой собираются пожертвования для креаторов. Вот. И представьте себе, ювебдизайн, это тоже креаторы. Это ребята, которые... Это мы, ладно, я предукрою завесу тайны. Чуваки. Да, которые делают эти подкасты для вас. Спасибо, что нас смотрите и слушаете. Если хотите нас поддержать, то милости просим на Patreon, это нынче модный способ заносить денег тем креаторам, которых вы уважаете. В том числе возможность получить награды, там, стикеры, подкаст на день раньше, и в том числе участие там в нашем элитном суперчатике патронов, в котором вообще вершатся судьбы на самом деле. Прежде чем кого-то расстрелять в настоящем чатике, а другой чатике настоящим буду называть, мы об этом проконсультируемся в патроновском чате. В ненастоящем. Да. В ненастоящем, да. Да. Я просто хочу самое главное сказать. Я понимаю, что ты, скорее всего, подвел к этому, но самое главное, друзья мои, занося самую маленькую ставку на patreon.com вы получаете практически дополнительный подкаст себе, который не услышит больше никто, кроме патронов. Это наше прешоу. То, о чем мы говорим перед подкастом, как мы обсуждаем, что мы будем говорить вообще в подкасте. По сути, это та самая айдл-анимация, по сути, это то самое, что как бы оживляет нас, и вы можете получить какую-то дополнительную прикольную информацию, какие-то истории мы там рассказываем. Короче говоря, прешоу получите абсолютно за любое, за любое бабло, которое занесете на патреоне. Вообще, да. Мы там иногда наших рекламодателей обсуждаем, иногда обсуждаем каких-то наших подписчиков. Это просто сплетни. Это ювеб-дизайн после заката, как дом 2 после заката. У нас там лобное место, я согласен. Вот именно. Поэтому послушайте, это как минимум стоит того, чтобы зайти, занести сколько-то денег нам на патреон, выкачать все пришел на данный момент и уйти там на несколько месяцев их слушать. Хотя там на самом деле, я опять же приоткрою завесу, по 20-30 минут выпуски пришел. То есть, это не то, что там еще целых 2 часа подкаста. Когда наоборот классно. Просто быстренько пощелкал, так скажем. Да, тем более, что там за эти 20-30 минут возможно больше интересного происходит, чем здесь за 2 часа основного подкаста, поэтому мы, в принципе, не исключаем, что это пришел, когда это вырастет в нечто большее, в какой-то там тоже особый проект. Шоу. Да. И тем интереснее будет для вас, что вы это застали именно в зародышевом, так сказать, состоянии, когда только начиналось. Я бы сказал, в сперматозое. И потом в зиготе, когда у нас уже будет какой-нибудь 50-й выпуск пришел, это уже будет, да, такое небольшое после зачатия. Так вот, patreon.com, слушайте веб-дизайнер, все ссылки как обычно в описании, идем дальше. Блин, дальше моя темка, не с хрена. Дальше 29 февраля прокомментировал. Привет, говорит, хлопцы, не совсем IT, но чтоб поржать. Да, а-ля вообще, по твоему бате. Ссылка на поиск в YouTube. Подземный паркинг в Челябинске. Я тоже сегодня только увидел новость, хотя на самом деле, как бы новости уже не один день, наверное. У нас чувак на Чимизухе, есть у нас такой рабочий район, так сказать, сделал подземную парковку. Причем подземную парковку на два автомобиля. Так. И, соответственно, она выполнена в форме лифта. То есть ты подходишь, просто стоит пульт, как терминал для платной парковки такой же, с кнопками там и так далее. Ты поднимаешь его, и он поднимается, соответственно, либо на первый этаж, либо на второй. Причем я хочу заметить сразу, и оно происходит все на улице. Лифт на улице, просто на парковке лифт. Чтобы вы понимали, вы погружаетесь под землю. Вы-то не погружаетесь, автомобиль погружается. Ну, вдруг вы остались там вместе с любимой на заднем сиденье. Это, кстати, романтично, это даже неплохо. Ну как? Там, наверное, дышать, правда, нечем будет. Ну, вдруг предусмотрел, так сказать, изобретатель. Вот. Причем самое тупое, что это уже несколько лет. Я не помню точно. Существует? Я посмотрел два-три репортажа, и это не наивулечка вообще. Просто итог сейчас заметили. По бреду. Я тебе больше скажу, я ему просто даю для, опять же, для стартапа, раз он такой крутой, пусть натурит там сделает внутри какое-нибудь жизнеобеспечение, чтобы там телек был, чтобы там можно было, не знаю, кровать. Мне кажется, им так-то сейчас администрация металлургического района заинтересуется. Потому что я не знаю, сколько это платная или нет штука. Я думаю, что достаточно платная. Просто там управление осуществляется не только кнопками, но там оно работает только, пока ты ключ вставил. Вот. Это знаешь, как в хороших бизнес-зданиях, там есть около лифтовых кнопок, есть место для ключа. Если ты его вставил, у тебя приоритетный сразу вызов, грубо говоря, и тебя никто не может твой лифт перехватить, ты поедешь туда, куда ты едешь. Вот. И в том числе бывают такие бизнес-здания, на которых последние этажи только по ключу можно подняться. Вот тут так же. Тут это работает только с ключом. Кому он их выдает, я не очень знаю. Вот. Я посмотрел несколько сюжетов по двухминутных, и там просто ему по прикольчику говорят, типа, что, как вам пришла идея. Он просто показывает и все. Может быть, это он и его сын, условно говоря. Я не знаю. Не готов ответить. Как он именно берет в аренду эту землю у муниципалитета. Такие вот аспекты мне хотелось бы, знаете, я бы хотел текстово понять, что произошло вообще. Вот. Но я не смог нигде найти. То есть ОТВ сделает у нас областной какой-то, ну, не какой-то. Наш областной канал сделал репортаж по этому поводу. Так, я включил случайно. Не надо, а то сейчас забанят нас. Ну и, короче говоря, мне бы хотелось фактуру получше узнать. Хотя, ну, здесь есть стенография выпуска, опять же. Давай я зачитаю просто, чтобы было, и все, и обсудим на том. На первый взгляд, эта стоянка кажется вполне обычной. Но стоит нажать на специальную кнопку, буквально из-под земли вырастают парковочные места. Таким необычным способом челябинец Александр Воробьев решил проблему нехватки парковочных мест. Причем создал ноу-хау еще 9 лет назад. По мне, давно уже. 9. Это в 2010. Охренеть. Во время возведения нового микрорайона в металлургическом районе. Только сейчас, благодаря соцсетям, о его задумке узнал весь город. Конструкция в ряд Южного Ралис безопасная. Ну, еще бы, если за 9 лет там ничего не обвалилось, то как бы да. Помимо крепких комплектующих, у устройств есть и пульт управления, с которым водители отдают команду вверх-вниз. Впрочем, хулиганам баловаться ультрапарковкой не удается, так как для нажатия кнопки требуются специальные ключи. Вот. То есть, повторюсь, это один из тех репортажей, которые я посмотрел. Здесь не сказано, насколько он это монетизирует и как вообще это произошло. Вот. Ну, давай я как-нибудь, пока ты сейчас что-нибудь скажешь, текстом гугла, ну, может быть, там написано. Знаешь, это не особо важно, монетизируют это или нет. Просто как прецедент, давай подумаем. Вот, насколько тут просто люди в комментариях, тут есть два комментария к этому видосу. И там не очень, пацаны, вообще вдохновлены его изобретением. Но мне кажется, что не совсем это для Челябинска, возможно. Возможно, это не совсем для Челябинской погоды. Хотя, раз уже 9 лет существует, то, наверное, все классно и все замечательно. Но, наверное, в каких-то, вот, каких-нибудь, я не знаю, Китаях условных, где очень много машин и очень мало, соответственно, парковочных мест. Хотя, наверное, в Лондонах тоже очень мало парковочных мест и очень много машин. Возможно, такая система была бы и вообще суперкрута. То есть, я вот так думаю, хотя хрен его знает. Опять же, кто там сверху на тебя наедет, кто может парковаться сверху от тебя. И не будет ли он против, если ты сначала выедешь вместе с этой штукой и поднимешь его тачку, и она зовет, и ровно ли он там парканется как-нибудь и так далее. В общем, ну, я не знаю, на самом деле, как это работает нормально. Но достаточно прикольно это видеть на парковке в Челябинске. Потому что у нас здесь, ну, не очень проблемы, так скажем, с парковкой. Есть, конечно, места в центре, когда сложно встать, но наверняка бы, москвичи, поржали бы, что значит сложно встать, да, по сравнению с Москвой. Поэтому, ну, прикольно. Видите, это просто посреди условно деревни. Вот такую вот парковку, это прикольно. Я сейчас посмотрел, это застройщик непосредственно этого микрорайона сделал. Это Александр Варубьев, он директор Мечилстроя. А, ну, так. И они планировали вообще таких 20 штук там на 40 автомобилей. Вот. Но они говорят, мы одну-то согласовывали 2 года, чтобы сделать. Вот. Поэтому это в сущности просто у жильцов есть ключи. Кто туда запарковался, тот запарковался. Ну, он пишет, что его машина там стоит. Ну, видимо, и его сына. То есть, я, похоже, был прав. Вот. Ну, прикольно. Он говорит, я только не понял, какого хрена, что через 10 лет опомнились. Вот. Ну, как бы, типа, да. Ну, там, естественно, ничего не попадает. Там ни снег, ни вода, ни хрена. То есть, там все круто, типа. Угу. А вот. Ну, раз он сам ставит, я думаю, он бы в хреновое место не ставил. Ну, да. Да, да, да. Ну, он говорит, вообще, это, в принципе, было бы удобно. Но, говорит, это крайне сложно согласовать. Поэтому тупняк. Вот. Но в целом круто. Это круто. Так что... Да. Опять же, мне лестно, что в Челябинске. Согласен. Согласен. Последняя темка про FaceTime. Кек Чи... Каждый раз мы его долго считаем. На самом деле, здесь очень легкий ник. Кек Чи... Кек Чи... Кек Чебуречек. Ну, да. Ну, правда, Чибиречек. Ну, ладно. Кек Чик. Кек Чибиречек. Прокомментировал. Нашумевшая проблема FaceTime. Он нам на сайте, между прочим, оставил эту темку. С того самого города М. С того сайта М. Уездом в уездном сайте М, так сказать. В FaceTime нашли ошибку, которая позволяет подслушивать и подсматривать за человеком до того, как он поднимет трубку. Здесь весь баг в том, что на самых последних осях... AI-осях. На телефонах мобильных от компании Apple. Когда звонишь по FaceTime'у и там чуть-чуть проводишь вверх, как на видосике, короче, пальчиком, то, соответственно, у того, кому ты звонишь, по бреду врубается и камера, и микрофон. И ты, по сути, начинаешь его заранее, до того, как он поднял трубку, уже и видеть, и слышать, и вообще, в принципе, знать, как он живет. Соответственно, чем дышит. И баг-то конкретный, в принципе. Хотя я не уверен, что FaceTime прям уж так... такое уж прям что-то страшное может сделать вам. Хотя, может, и может сделать. Мало ли чего, занимались до того, как вам по FaceTime'у позвонили. Пацаны из Apple тупо прокомментировали тем, что мы сейчас подчиним. И наверняка уже починили, потому что они это там до 3 февраля хотели починить. Мне прилетали там новые бета-прошивки недавно. Соответственно, скорее всего, там все и починино уже. Вот, я по FaceTime'у особо никому не звоню, поэтому не знаю, могло такое быть или нет. Хотя у меня и так 100 багов на телефоне, знаешь, мне и без FaceTime'а нормально. И кроме этого, Apple тупо, если что, сказали, что если вас бесит... Хотя, я не знаю, это Apple, сказали. Пошли-ка вы нахрен. То, во-первых, пошли-ка вы нахрен. Я не знаю, это Apple, кстати, сказали или нет, потому что я сейчас могу нагрешить на них. В принципе, если вас бесит, можете FaceTime'а тупо отключить на телефоне у себя. Если вы, конечно, вообще пользуетесь телефоном Apple, то можете FaceTime'а отключить. Пока, если вы боитесь, что вам позвонят, пока вы вдруг спустились на подземную парковку в Челябинске с помощью лифта и целуетесь там, опять же, с любимой женщиной на заднем, то вырубаете тупо. Хотя, скорее всего, на этой подземной парковке не ловят нихрена, там просто бункер. Там просто можно, скорее всего, он это строил, чтобы, если что, от бомбы спастись. Вот. Но в итоге получилась парковка. Ну, короче говоря, да. Вот такой вот баг и у Apple'а бывает. Ты имеешь в виду, наша постоянная рубрика «И на старуху бывает проруха». Да, и на Тимку-куху, я бы сказал. Короче, да. Как тебе вообще вот такие баги? Они тебе нравятся или ты как вот сам? Нет, не нравятся. Это дерьмовый баг. Ладно, баг, даже когда там надо просто тупо уже перезагрузить устройство, потому что там что-нибудь нельзя двигать. Но вот такое... Такое? Это как-то, мне кажется, мерзко для репутации компании. Хотя, может быть, для них уже все насрать. Я не знаю. Не готов ответить. Я с родителями часто по FaceTime разговариваю. Ну, то есть, часто я понимаю всегда, когда я не в каком-нибудь магазине, где интернет плохо ловит, тогда звоню по сотовому. Когда ты мне на подземной парковке. Да. Когда я не на своей двухместной подземной парковке. Вот. Поэтому там я, конечно, звоню именно просто по трубке, по сотовому. А так, я FaceTime пользуюсь. Такой досадный баг. Вот. Я просто, честно говоря, он хоть и досадный, но я так и не пробовал его воспроизвести. Пословил. Вот. Ну и, соответственно, не слою. Я не знаю, может, меня кто-то словил. То есть, тут как бы вопрос-то такой. Короче, да. Давай назовем тех пацанов. По идее, на Нерон Ансомниус должен был. Да, я помню про тех пацанов. По идее, на Нерон Ансомниус должен был предложить эту темку. Ну, потому что iPhone говно. Кстати, да. Вот. Но, видимо, как-то он все еще в экстазе пылает от этой новости. И до нас как-то даже не добрался. В общем, да. Переходим к концу нашего подкаста. Под концом нашего подкаста я подразумеваю называние патронов. Ты, кстати, как это делаешь? Ты открываешь patreon.com slash webdesign? Нет, я открываю patreon.com slash manage rewards list. Биллинг сайкл. Ну, и, короче говоря, нынешний месяц выбираю. Так. Наши 20-долларовые патроны. Ярослав Мудрый, Константин Гончаров, Иван Мирзавцев, Антон Шувалов. Ребята, вам самый большой респект. Хотя, знаете, вы тех, кого я назову чуть позже. Не размером респекта нужно в этой жизни хвастаться, а чем-нибудь другим, наверное. Тем, что вы не выгораете, например, профессионально или непрофессионально. Патреонов они, патреонов они выгораете. Да, да, да. 10-долларовые наши патроны. Михаил Палмер, Граф Абалмасов, Дмитрий Казарцев, Ануара Балгимбаев, Сергей Тян и Никита Ларк. Некоторые из них уже год. Есть такие люди, которые нас год поддерживают. Год, кстати, мне кажется, мы год назад и вышли на патреон. Год – это максимум, сколько нас поддерживают люди. Так это же круто. Это практически отмечаем. Согласен. Это достойное отмечание. Называю дальше. Пятидолларовые патроны. Ну и традиционно в конце называю тех наших двоих патронов, которые не выбрали награду, но заносят нам 16 долларов – это Радик, и 5 долларов – это Рома Фролов. Спасибо, чуваки. Вы все тру космонавтики. Вы вообще охренительные. Спасибо вам за это. Спасибо всем, кто еще не заносит нам на патреоне, но уже подумывает. Вам заранее спасибо, для того, чтобы вы как-то собрались наконец-то уже с мыслями и сделали этот важный шаг в своей жизни, бесспорно абсолютно. А мы перейдем к обойке. Да, обойка. Я здесь вижу, знаешь, что на обойке? Я вижу, это, видимо, то ли сверху облаков, мы видим горы вдалеке, то ли это океан и горы вдалеке, я не совсем понимаю. Мне кажется, океан. Ну, то есть, волны, мне кажется, чуть ли видны. Ну, вот. Просто у тебя же качество говно, но это волны. Это просто у меня качество говно, знаешь? Суть в том, что я здесь вижу, да, вдалеке горы, те самые небольшие вроде бы, даже какие-то островочки, и сверху такие облака, возможно, перистые, я не знаю, какие. Давай скажем так, что... Вот я просто помню, что я в детстве, короче, с батей всегда хотел сплавать именно на озере, вот на такие островки, как ты знаешь, на озере всегда бывает в центре какой-нибудь островок беспонтовый. Я просто плавал на такие, так что да, я тебе сейчас историю расскажу. И, короче, это... Хотелось всегда сплавать на такие, и я думаю, что наш подкаст, это, скорее всего, пусть будет один из островков. Мне нравится островок, вот, самый правый. Он как раз с двумя холмами, как будто это мы с тобой, так сказать, с двумя холмами. Вот, и наши слушатели практически с батями или одни хотят доплыть до этого островка, чтобы послушать на нем темки и посмотреть на красивые облака. В принципе, так. Слушай, во-первых, я и с батями доплывал до островков. Во-вторых, например, на Увельдах у нас был момент, когда Увельды мелели, и можно было на машине доехать до одного из островков. А во-вторых, я уже с женой тоже на эти островки доплывал. И самое тупое, что они не обработаны от клещей. Ну да, кстати, это тупо. И когда ты туда прилетаешь, у тебя сразу плюс клещи на ногах, и хочется... Прилетаешь, я уже прилетаю, все нормально. А ты уже на своем самолете, да. Да, вот именно. У тебя сразу хочешь уплыть обратно, потому что реально, ты их прям... По мужикам я себя 15 снял, когда из леса пришел. Вот ты 15 сразу снимаешь, пока они не впились. И как бы, да, и делаешь ноги оттуда. Так, и клещи — это наш подкаст. Смешно. Но я-то и не об этом хотел. Я хотел сказать, что два левых острова, вот это мы. Сам выбирай, какой из них кто. А правый — это Саня Ефремов. Он как бы откололся сейчас от нас. Вот. Но мне кажется, есть какой-то шанс, что обратно он примкнет. Что вернутся уроки по иллюстратору. Да. А потом я вспоминаю, что это же острова, они не двигаются. И, видимо, оно как бы так изначально и было. Уже, знаешь, философски. Мы вот там и Саня где-то справа. Зато между нами переплывают клещи, если что. Это, во-первых. Во-вторых, можем надеяться только, что обмелеет. И до Санька смогут на машинах наши подписчики от нас доехать. И будут все-таки уроки дальше по иллюстратору на канале. Ну, а там подземная парковка у него. А там у него уж что-то, у него там байконур целый. Он в масс-эффект может улетать оттуда. Поэтому все нормально. Класс. Вот так у нас как-то получилось. Слушай, бодрее, чем я себе это представлял. Я согласен. Я вообще не ожидал. Я думал, если честно, мы затухнем. Ну, вот видишь, как круто. Мы потому что о жизнеутверждающем сегодня говорили. О ДТехнике, о Скиллбоксе, о Патреоне нашем, о Смарт-тейпе. Слушай, когда такое обилие, так сказать, интересности, вкусностей, невозможно затухнуть, поэтому тут да. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто смотрел. Может быть, кто-то в премьере смотрел. А, пацаны? Напишите сейчас в чате хотя бы плюсик, кто в премьере смотрел. А тогда плюсики в чате, кто смотрит нас в премьере. И два плюсика, кто нас не первый раз уже смотрит в премьере. Кто наш премьерный постоянный зритель. Это тоже интересно, это прикольно. Потому что я вот всегда наши премьеры тоже смотрю вместе с вами. Никита захаживает. Поэтому мы увидим ваши плюсики. Это стопудово. Да, в общем, с вами был Суровый веб-ево в дизайн. 194 выпуск. Все ссылки, ну вообще все-все-все есть в описании. Читайте вообще описание наших подкастов. Там круто. Ссылки на темки, соответственно, там тоже есть. Увидимся уже через неделю. Патронам привет в четверг. Всем остальным привет в пятницу. Да, увидимся в следующий раз. Спасибо всем. Пока. Пока.